Невосприимчивость к огню и хождению по углям Вряд ли кто-либо, будучи в здравом уме, рискнет пройти босиком через яму, наполненную горящими углями или раскаленными камнями. Можно предположить, что люди, демонстрирующие это, находятся в каком-то особом состоянии. Никто пока не объяснил, каким образом во время прогулки по огню им удается без какого-либо ущерба для себя совершать этот невероятный фокус. Как отмечал профессор Леаде, искусство хождения по углям весьма высоко ценится современными шаманами, как один из последних оставшихся символов власти над природой. В книге «Охотники за чудесами» Джордж Сэндвитт, который работал в Государственном топографическом управлении на острове Витя-Леву в Фиджи, подробно описал, как индийцы, живущие там, ходили по раскаленным углям. Однажды после очередного захватывающего представления он вернулся к себе в гостиницу с присутствовавшим на спектакле служащим банка, который был крайне взволнован увиденным. Признав, что огонь был настоящим, потому что кусочек бумаги, брошенный в яму, тут же вспыхнул, служащий банка высказал твердое мнение, что хождение по углям должно быть запрещено, поскольку противоречит современной науке. Замечание Сэндвита, что у тех, кто ходит по огню, можно было бы позаимствовать кое-что полезное, вызвало у его знакомого приступ гнева. Подобная реакция часто бывает у людей, которые сталкиваются с явлениями, описываемыми в настоящей книге. Один из первых экспериментов с хождением по огню был организован в сентябре 1935 года в Каршалтоне, графство Суррей, по инициативе Лондонского университета. Автор книги «50 лет физических исследований» 1939 год Гарри Прайсон полагал, что секрет фокуса заключается в непродолжительном контакте подошв ног с раскаленными углями и низкой теплопроводности горящего дерева. В эксперименте участвовал молодой мусульманин из Индии Куда Бакс, который четыре раза прошел через яму с углями шириной 20 футов и не получил ожогов. Недавно авторы ознакомились с неопубликованными записями об этом эксперименте, сделанными Гарольдом Чибетом, в которых фигурирует целый ряд взаимоисключающих мнений, высказанных присутствующими тогда экспертами. Один доктор во всеуслышании заявил, что этот фокус может повторить любой, поскольку, несмотря на внешний вид, температура в яме была не выше температуры чая. На самом деле она была более 800 градусов по Фаренгейту. Когда его самого попросили пройти по углям, он от этого уклонился. Известный фольклорист Эндрю Ланг одним из первых отметил, что искусство хождения по огню известно на всех континентах земного шара. Он собрал много примеров, свидетельствующих о том, что оно распространено в различных странах мира. Хождение по огню было известным уже во времена Платона, Вергилия и Страбона. Платон 428 или 427 до н.э. 348 или 347 до н.э. Древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. Автор множества сочинений и диалогов. Основатель школы в Афинах. Платоновская академия. Вергилий Марон Публий. 70-е, 19-е годы до н.э. Римский поэт. Автор героического эпоса Энеида. Вершины римской классической поэзии. Страбон 64 или 63 до н.э. 23 или 24 н.э. Древнегреческий географ и историк. Автор географии в 17 книгах, являющийся итогом географических знаний античности и исторических записок. Элеаде относил его появление ко временам зарождения шаманства. В книге «Кузница и тигель» он привел обширный материал об искусстве хождения по огню, которым в различных формах владеют многие народы, начиная от танцующих на углях индейцев племени Вавахо в Северной Америке и кончая индийцами. Оно известно даже европейцам-христианам. До сих пор в праздник святого Константина и святой Елены сельские жители Ландагаса в Греции танцуют на пылающих углях, прижимая к себе иконы с ликами этих святых. Данные о невосприимчивости к огню в эпоху зарождения христианства приводятся в работе Сёрстона «Физические проявления мистицизма». Более полный этот вопрос освящен в книге Оливье Леруа «Люди-Саламандры», 1931 год. Например, согласно достоверным хроникам, когда около 155 года н.э. святого поликарпа Смирнского привязали к столбу для сожжения на костре, пламя изогнулось вокруг него, и он оставался невредимым, пока солдат не пронзил его копьем. Как известно, среди протестантов тоже были лица, владевшие этим искусством. В книге «Таинственный огонь и свет» Гаддис отмечал, что в XVIII веке во Франции во время восстания гугенотов был приговорен к сожжению на костре предводитель комизаров Клари. Комизары — участники крестьянско-плебейского восстания в 1702-1705 годах в Лангедоке, Южная Франция, вызванного усилением государственных поборов и преследованиями гугенотов. Несмотря на то, что пламя охватило его со всех сторон, он остался невредим. Когда костер погас, не только на нем, но и на его платье не было никаких повреждений. Генерал армии Комизаров Жан Кавалье и другие очевидцы этого события, высланные позже в Англию, подтвердили это. Во всех частях света невосприимчивость к огню достигается с помощью самых разнообразных методов. По-видимому, у индийцев, будь то в Индии, в Шри-Ланке или на Фидже, важнейшим элементом ритуала является состояние транса или религиозного экстаза. Однако Куда Бакс и многие другие демонстрировали свою невосприимчивость к огню, находясь в совершенно нормальном состоянии. Тем не менее, для одних необходима сложная подготовка, которая включает пение, танцы, половое воздержание, в то время как другие могут ходить по углям или совсем без подготовки, или после несложного символического ритуала. Литературовед Стефенссон, присутствовавший в синтаистском храме в Токио на церемонии хождения по раскаленным камням, уложенном в яму длиной 90 футов, писал, что испытал желание пройти по ним. Руководивший церемонией жрец заставил его подготовиться и отвел в соседний храм, где другой жрец посыпал ему голову солью. Когда он медленно шел по раскаленным камням, то ощущал лишь некоторое покалывание в ступнях. Стефенссон обратил внимание на одну интересную подробность. Когда он шел, то в одной ступне вдруг почувствовал резкую боль. Позже он обнаружил небольшой порез, сделанный, очевидно, острым камнем. В журнале «Тру» за март 1950 года Райт описал церемонию хождения по раскаленным камням через яму длиной в 25 футов, которую он видел на острове Вителеву. По его мнению, ходившие по камням люди находились в состоянии экстаза, которое подавляло болевые ощущения, однако когда он осмотрел их ступни до и сразу после церемонии, оказалось, что они нормально реагировали на покалывание иглой или прикосновение горящей сигаретой. Обычно устраивается хождение по раскаленным углям, однако Бригему довелось совершить прогулку по раскаленной лаве, о чем мы расскажем ниже. Мирча Эляаде описал шаманов, живущего в Китае племени Лоло, которые ходили по раскаленным плужным лемехам, и сравнил этот обряд со средневековым христианским обрядом испытания судом Божиим. В записках о сомнительном 1914 год Корни отмечал, что когда он работал на островах Фиджи, то пять раз был свидетелем массового хождения по раскаленным камням, причем ни разу ни один из сходивших не получил ожогов. В книге Дин Гуалла «Удивительные случаи с людьми» 1947 год подробно рассказывается о некой Мари Соне, которая жила в Париже в 50-е годы XVIII века. Эта женщина, страдавшая припадками святого Медара, получила прозвище «Незгораемая». Завернутая в простыню, она могла долго лежать над огнем, опираясь головой и ногами на стулья. Она могла сунуть ноги в чулках и туфлях в жаровню с углями и держать их так, пока чулки не сгорали дотла. В этой связи возникает вопрос, почему чулки и туфли сгорали, а простыня нет. Кстати, это не единственный подобный пример. В книге «Тайные науки и чудеса» Макс Фридом Лонг привел рассказ Хилла о прогулке по раскаленным камням на одном из островов архипелага Таити с участием одного европейца. Хотя в яме был такой жар, что у него облупилась кожа на лице, его кожаные спаги совершенно не пострадали от огня. В книге Леруа «Люди-Саламандры» приводится описание церемонии хождения по углям, состоявшейся в окрестностях Мадраса, в присутствии католического епископа Майсура, приславшего свой рассказ Леруа, и местного Махараджи. Распорядителем церемонии был один мусульманин, который передавал всем, кто должен был пройти через огонь, невосприимчивость к огню, причем сам он ни разу к костру не приблизился. Одни шли в огонь добровольно, других он буквально толкал, и, как писал епископ, выражение ужаса на их лицах сменялось изумленной улыбкой. Музыкантов духового оркестра Махараджи тоже заставили пройти сквозь пламя. Они были настолько взволнованы успехом, что повторили прогулку, трубя и ударяя по тарелкам. Это было зрелище, которое увидишь не каждый день. По словам епископа, поднимавшиеся языки пламени лизали инструменты и лица, однако их сапоги и мундиры, и даже ноты остались нетронутыми. Макс Фридом Лангер подробно описал, как его наставник, сотрудник британского музея доктор Бригем, совершил в сопровождении трех кахунос местных магов прогулку по раскаленной лаве на вулкане Коне. Маги велели ему разуться, ибо защита бога Кахуны не распространялась на его сапоги, но он отказался. Бригем смотрел, как один из его спутников медленно идет по потоку лавы. В это время двое других внезапно подтолкнули его, и он, оказавшись на раскаленной лаве, вынужден был бежать к противоположному краю потока. Пока он пробежал по нему 150 футов, его сапоги и носки сгорели. Трое кахунос, продолжавших идти босиком по лаве, расхохотались, показывая наволочившиеся за ним куски горящей кожи. Что же происходит во время хождения по огню? Согласно доктору Уайту, который придерживается широко распространенной точки зрения, идущие находятся в экзальтированном состоянии, при котором болевые ощущения подавляются, как, например, во время сеансов гипноза. Однако в некоторых случаях участники обходятся без транса или экстаза. Вместе с тем, нет никаких данных, указывающих на то, что поврежденные ткани заживают столь быстро, что не остается совсем никаких следов. Подобное явление иногда наблюдается у дервишей, жителей острова Бали, и других посвященных владеющих искусством протыкания своего тела. Наиболее смелое объяснение авторы нашли в работе Пирса «Трещина в космическом яйце», посвященный вопросу о различных степенях восприятия реальности. Пирс полагает, что хождение по углям – классический пример создания некой новой реальности, хотя только временной и в локальном масштабе, при которой огонь не горит, как обычно. Все идет нормально, пока эта реальность сохраняется. Однако в истории хождения по огню известны случаи чудовищных жертв и страшных увечий тех, чья вера внезапно ломалась, и они вновь оказывались в том мире, где огонь жжет. Магическое состояние, при котором человек становится невосприимчивым к огню, создается, по всей видимости, лицом, руководящим церемонией хождения по огню. Мусульманин, которого описывал Леруа, упал на землю и стал корчиться от боли, как только Махараджа закрыл церемонию. Епископу объяснили, что этот мусульманин принял все ожоги на себя. В книге «Дикие женщины» Розита Форбес описала, как на Суринаме потомки африканских рабов, смешавшиеся с местным населением, плясали в огне под руководством жрицы-девственницы. Во время пляски жрица находилась в состоянии транса. Если бы она вдруг вышла из него, то цанцевавшие потеряли бы свою невосприимчивость к огню. Следует согласиться с доктором Корни, что одними только духовными или психологическими причинами невозможно объяснить способность ходить по огню, и что здесь речь идет о некоем физическом явлении, которое еще не понято и не нашло своего объяснения. Выдвинутая пирсом теория шокирует и отталкивает тех, кто использует привычную реальность как бастион против, по словам Фрейда, «черного потока оккультной грязи». Комментарий Поповой Проблему хождения по огню следует рассматривать с двух позиций. Как чисто физическую задачу, взаимодействие двух различных тел, и как свидетельство возможностей человеческого организма. Представление о той или иной температуре у каждого из нас связано с субъективными ощущениями тепла или холода и не всегда соответствует действительности. Например, деревянный столб зимой кажется гораздо теплее вбитого в него железного гвоздя. В бане тот же гвоздь будет обжигающе горяч, а деревянная полка лишь приятно тепла. Поскольку температура сравниваемых тел одинакова, а наши ощущения тепла или холода при прикосновении к ним различны, значит, они зависят не только от температуры, но и от физических свойств этих тел. Когда мы рукой касаемся какого-то предмета, то всегда начинается теплообмен между ним и рукой. В результате температура поверхности кожи, где расположены наши терморецепторы, изменяется. Изменяется и температура предмета в месте прикосновения. Если он холоднее руки, то в месте контакта предмет нагревается, если теплей — охлаждается. Причем, чем меньше тепловая активность нагретого тела, тем сильнее мы охлаждаем его, и тем прохладнее оно нам кажется. Тепловая активность — характеристика тела, зависящая от его плотности, удельной теплоемкости и теплопроводности. Чем они больше, тем выше тепловая активность. Наибольшая тепловая активность у металлов — 10 000 единиц. У легких пористых тел, например, древесного угля — 100 200 единиц. Тепловая активность человеческой кожи составляет 800 500 единиц. Причем, наибольшая активность у полнокровной кожи, наименьшая — у сухой, какая бывает на ступнях, особенно с мозолями. У нашей кожи есть интересная особенность. Изменение температуры на ее поверхности происходит практически мгновенно. И потом, в течение нескольких секунд, температура не меняется. На поверхности кожи формируется так называемый температурный скачок. Это обстоятельство и позволяет танцующему на раскаленных углях не спешить. Он чувствует то же самое температурное воздействие и через полсекунды, и через три секунды. Поэтому некоторые танцоры позволяют себе стоять на раскаленных углях по несколько секунд неподвижно или идти как бы не спеша, что, конечно, производит сильное впечатление на зрителей. Когда тепловая активность испытуемого тела значительно больше тепловой активности кожи, то кожа принимает температуру предмета, например, при прикосновении к металлу. Если же его тепловая активность значительно меньше, то температура кожи почти не меняется, поэтому мех нам даже на самом сильном морозе кажется теплым. Можно привести несложный опыт. Если нагреть в духовке пятикопеечную монету и древесный уголек, например, до 200 градусов, и потрогать их, легко убедиться, что пятак обжигает, а уголек кажется едва теплым. Этот простой опыт дает ключ к пониманию феномена хождения по углям, то есть почему человек при соответствующем настрое не обжигается горящими углями. В теории теплопроводности существует формула для подсчета изменения температуры поверхности тел при их соприкосновении. Если принять, что температура углей 600 градусов Цельсия, их тепловая активность 100 единиц, тепловая активность кожи 1500 единиц, то в результате расчет получим, что увеличение температуры кожи за несколько секунд соприкосновения с углями составляет 35 градусов Цельсия, а, следовательно, общая температура достигает всего 72 градусов Цельсия. Примерно такое же тепловое ощущение будет при прикосновении к металлическому листу, нагретому не выше 70 градусов Цельсия. Сотрудник Института плазменной физики имени Макса Планка Ферго Каргер провел следующий эксперимент. Перед началом ритуального танца огня аборигенов островов Фиджи в Тихом океане ученый нанес на подошвы одного из танцоров слой краски индикатора, чувствительный к изменениям температуры. Этой же краской исследователь покрыл и куски базальта, по которым ходили участники церемонии. По цветовым изменениям индикатора Каргер установил, что максимальная температура камней в местах соприкосновения с подошвами танцоров составляла около 330 градусов Цельсия, а цвет окрашенных ступней участника церемонии в самые критические моменты соответствовал температуре всего лишь в 83 градуса Цельсия, не более. Фактически раскаленные угли или камни охлаждаются под ступней огнепроходца до умеренных температур, близких к порогу безопасности. Это в буквальном смысле можно увидеть. За идущим остаются темнеющие следы. Наверное, именно это явление имел в виду Вергилий в Энеиде. Жар пожирает, а мы идем сильной верой. Через огонь и следы оставляем на тлеющих углях. Конечно, свечение гаснет лишь в тонком поверхностном слое угля, и темный след, оставляемый на ковре огня, снова разгорается, как только нога переступает на другое место. В процесс подготовки углей обязательно входит дробление их на небольшие, примерно одинаковые по размеру угольки. В углях не должно быть предметов с высокой тепловой активностью, например, металлических. Прикосновение к ним, согласно законам теплофизики, неизбежно вызовет ожог. Это подтверждают и нестенары. Так в Болгарии зовут людей, ходящих по огню. На вопрос корреспондента, бывает ли, что они обжигаются при хождении, один из огненных танцоров ответил «нет, никогда». Но если в костер попадет гвоздь или металлическая крышка от лимонадной бутылки, тогда обжигаемся. Против раскаленного железа мы бессильны. Надо сказать, что сразу после эксперимента с красителем-индикатором Каргер положил на один из камней кусочек затвердевшей кожи, срезанной с подошвы танцовщика. Через несколько секунд этот кусочек, подобно лоскутку ткани, обуглился. Ученый пришел к выводу, что наряду с чисто физическими законами, при хождении по огню существуют и законы человеческой психики, механизм которых пока еще не до конца разгадан. Профессор Арнаудов и доктор Гарвалова, Болгария, считают, что явление объяснимо на основе физиологического учения академика Павлова о высшей нервной деятельности. Абсолютная уверенность нести нарки в том, что она не получит ожогов, плюс быстрый танец, когда ноги едва касаются углей, вот секрет хождения по огню. Американский антрополог Кейн считает, что поразительные способности, ходящих по углям, являются классическим примером преобладания силы самовнушения над нервными раздражительными процессами, в которых участвует вещество, известное под названием брадекинин. Его активность, ходящие по огню, вероятно, умеют подавлять усилием воли. Одновременно происходит сжатие кровеносных сосудов в ногах, что вызывает сокращение кровообмена, или, говоря языком физики, уменьшается тепловая активность кожи. Это соответствует субъективным ощущениям участников танцев на огне. Когда болгарскую нестенарку Невену спросили, как ей удается по два-три раза за один вечер показывать свое искусство, она ответила, сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над красной землей. Психологический настрой перед огнехождением, как отмечают и авторы книги, может заключаться в сложной подготовке, включающей танцы, пения, прикосновениях мага или священнослужителя, отвечающих за ритуал и т.д. И быть совершенно незаметным для окружающих и самого участника действия. Что касается случаев ожогов, когда вера внезапно ломалась у идущих по углям, то нет никакой необходимости привлекать для объяснения этого некую новую реальность, при которой огонь не горит, как обычно. Огонь горит, как обычно, но в силу каких-то причин внезапно могли произойти изменения в психике человека, в результате чего резко увеличивалась тепловая активность кожи, и как следствие человек получал ожоги. Что касается случаев прохождения людей через языки пламени, то, скорее всего, они являлись плодом воображения впечатлительного свидетеля происшествия. Во всяком случае, непродолжительное соприкосновение с открытым огнем возможно, например, во время ритуальных прыжков через костер у различных народов. Но достоверных, с точки зрения науки, фактов длительного нахождения людей в языках пламени нет. В Советском Союзе искусством хождения по огню овладел артист Валерий Авдеев. Он также считает, что основное значение имеют особый настрой, состояние подъема, уверенности в себе, которые он приобретает в процессе психической подготовки к хождению по углям. Сохранились воспоминания очевидцев о том, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде после одной из бомбежек люди увидели, как по тлеющим балкам разрушенного дома идет плачущий трехлетний ребенок. Когда его принесли к врачу, тот с удивлением констатировал, что на теле ребенка нет следов ожогов. Этим ребенком был Валерий Авдеев. Возможно, индивидуальность психики Авдеева проявилась еще в детском возрасте. Под влиянием сильного нервного потрясения у ребенка самопроизвольно изменилась тепловая активность кожи. В конце 70-х годов Авдеев решил освоить искусство хождения по огню. Как вспоминает артист, им овладело огромное желание преодолеть страх перед огнем. И я решил, какими бы ни были последствия этого эксперимента, пусть обгорят ноги, пусть я лягу в больницу, но пойду, пойду я должен. Для получения углей разошли костер. Затем угли разровняли в виде дорожки длиной в 10 метров. И Валерий Авдеев прошел это расстояние. А на другой день, пытаясь повторить опыт, как считает артист, он не вошел в нужное состояние и получил ожоги. Возможно, в результате предварительного психологического настроя повышается тепловая активность кожи до требуемой величины 1500 единиц. Если же этого не происходит, то тогда человек обжигается. Поэтому можно сказать, что умение ходить по огню — это сплав физических законов и способностей человека. И в этом случае воля и настойчивость человека способны творить настоящие чудеса. Самовозгорание людей Издавна описываются случаи, когда человеческое тело неожиданно охватывает пламя, и живой организм на глазах превращается в кучку пепла. Однако за многие столетия никто так и не смог установить причину, вызывающую эти таинственные явления, понять, как и почему происходит самовозгорание и чем определяется выбор жертвы. Чтобы тело могло вдруг ни с того ни с сего загореться само по себе, в этом столько же таинственного, сколько и в противоположном феномене, при котором человеческое тело проявляет способность противостоять огню. Популярная в XIX веке теория гласила, что люди, подверженные спонтанным самовозгоранием, — это пьяницы, которые каким-то образом умудрились перенасытить свое тело легко воспламеняющимися алкогольными парами. В старину склонялись к тому, чтобы жертв огня и молнии считать грешниками, заслужившими такое наказание за свое дурное поведение от божественного промысла. Кстати, подобное толкование встречается и до сих пор в Китае, а также в некоторых других странах его придерживаются так называемые традиционалисты. Однако еще в древние времена был один человек, позволивший себе не согласиться с такой версией. Этот человек — Лукреций, задавшийся следующим вопросом. Если Юпитер и с ним остальные, всевышние боги, грохотом грязным небес потрясают блестящие своды и низвергают огонь, руководствуясь собственной волей, то почему же у них, не боящиеся гнусных проступков, не поражается так, чтобы грудью пронзенную пламя молнии он выдыхал в назидание суровое смертным? И почему за собой злодеяний, не знающий грязных, пламенем часто объят и невинный, бывает, подхвачен вихрем внезапным с небес и огнем пожирается тут же? Странная особенность, отмечаемая в случаях, когда человек поражает удар молнии, заключается в необычайно быстром процессе разложения труб. Так вот, при самовозгораниях этот процесс идет еще быстрее. Впрочем, и сам огонь, пожирающий человеческое тело, и не трогающий ни одежды жертвы, ни других вещей, окружающих ее, не менее странен. Со времен Деви и Лавуазье, с их теорией горения, представление о такого рода огне, с научной точки зрения, стало считаться чистейшей нелепостью. Но, что бы ни говорила наука, до сих пор появляются свидетельства о случаях, когда на людей совершенно неожиданно нападает огонь. Одним из них является случай с Мэри Ризер, которая в ночь на 1 июля 1951 года окончила свое бренное существование, превратившись в огненный столб. На следующее утро ее квартирная хозяйка, пришедшая к ней с телеграммой, постучалась в дверь и, не получив ответа, попыталась войти. Однако ручка двери оказалась настолько горячей, что до нее невозможно было дотронуться, и она позвала подмогу. Двое маляров, работавших по соседству, дело происходило в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в конце концов открыли дверь, и всех троих встретил поток горячего воздуха. В квартире, сколько они ни искали, не было и следов пухленькой 67-летней старушки. Постель ее была пуста, и хотя вокруг были следы огня, дыма почти не чувствовалось, лишь слабый огонек тлел на балке перегородки, отделявшей комнату от кухни. Пожарные легко с ним справились и разобрали обгоревшую стену. За ней, вместо миссис Ризер и ее кресла, они обнаружили на полу почерневший круг, несколько витков пружинной проволоки, обгоревшую печень, кусок позвоночника, череп, сжавшийся до размеров кулака, а на самом краю выжженного участка пола черная сатиновая тапочка с частью обгоревшей левой стопы. Случай тщательно расследовался пожарными, специалистами по поджогам, врачами и представителями страховой компании. Проверка электроприборов и проводки показала, что они не могли быть причиной возникновения пожара. Казалось невероятным, что в помещении следы огня были только вокруг сгоревшего кресла, хотя от сильной жары треснуло зеркало на стене. Расплавились пластмассовые выключатели, а в ванной комнате пострадало несколько пластмассовых предметов. Наследствие было заявлено, что в крематориях обычно используется температура 2500 градусов по Фаренгейту, которую необходимо поддерживать в течение четырех часов для сжигания тела, и даже после этого нужно прибегать к помощи дробления для того, чтобы довести останки до такого же состояния, в каком было найдено тело Ризер. Если предположить, что для ее сожжения необходима была столь высокая температура, то почему стена не сгорела дотла, хотя она и находилась рядом со злополучным креслом? Как не сгорела стопка газет, лежавшая менее чем на фут от него? ФБР опубликовало 8 августа заявление, где высказано предположение, что Ризер приняла на ночь обычную дозу снотворного и заснула в кресле, держа сигарету зажженной. Однако эксперты свидетельствуют, даже если ее одежда и загорелась от сигареты, она сама обгорела бы только поверхностно. Ни одежда, ни тлевшие кресла не могли бы привести к появлению температуры такой силы, при которой полностью сгорает человеческое тело. По странному стечению обстоятельств, ведущий патолога-анатом доктор Вильтон Крогман в это время как раз отдыхал поблизости и таким образом смог подключиться к расследованию. По его словам, он был совершенно сбит с толку всем происшедшим с Ризер, считая этот случай самым поразительным за всю свою долгую практику. Ни разу в своей работе он не сталкивался с человеческим черепом, так сильно сжавшимся под влиянием высокой температуры, обычно оказывающей прямо противоположный эффект. На спонтанное самовозгорание людей указывают в своих работах многие писатели XVIII и XIX веков, такие как Де Куинси, Диккенс, Марриетт, Мелвилл и Золя. Де Куинси Томас, 1785-1859, английский писатель, предшественник, декаденство, исповедь англичанина Опио Мана, 1822 год. Марриетт Фредерик, 1792-1848, английский писатель, его морские романы Питер Симпл, 1834-й, Мичман Изи, 1836-й, сюжетно связаны с эпохой наполеоновских войн, Мелвилл Герман, 1819-1891, американский писатель, автор романа Моби Дик, ряда повестей и религиозно-философских стихотворений. Случаи, приводившиеся ими, часто основывались на действительных происшествиях, получивших широкую огласку. Одно из них — дело графини Банди из Кассены. От нее остались только голова, три пальца и две ноги, в куче пепла, находившиеся в четырех футах от ее кровати. Случай произошел в 1731 году, а самое первое известие о нем было опубликовано в Gentleman's Magazine, датированном июнем того же года. Многие подобные случаи можно найти в ранних учебниках по судебной медицине, поскольку пожары такого рода часто вызывали подозрения в криминальных мотивах. Например, энциклопедический словарь «Берлин, 1843 год» упоминает сгоревшую в 1725 году в Реймсе дотла и оставившую после себя лишь кучку пепла жену одного француза по фамилии Милле. Поскольку Милле держал в доме очень красивую служанку, его обвинили в убийстве жены и сожжении ее тела для сокрытия преступления. Однако на следствии было установлено, что речь идет действительно о случае самовозгорания человека, и Милле был оправдан. Но все же что это за пламя, которое так противоестественно уничтожает человеческое тело и в то же время столь же противоестественно оставляет нетронутыми одежду и вещи, окружающие самого человека? Кейт и Дэвис в своей книге «Укращение грозы» высказывают предположения. В данном случае можно по их убеждению говорить об атомном пламени, наподобие того, с которым имеет дело плазменная физика. И все же ничем из того, что нам известно, невозможно по-настоящему объяснить странную избирательность, проявляемую во многих из подобных случаев. В качестве примера приведем заметку, напечатанную в индийской газете «Мадрас Мэйл» от 13 мая 1907 года, где говорилось следующее. Два констебля внесли в здание суда в окрестностях Дина-Пора, Индия, еще дымящееся тело женщины, сгоревшей при загадочных обстоятельствах. Ее комната не была задета пламенем, а ее одежда на сожженном дотла теле не пострадала. Аналогичные детали время от времени встречаются при описании подобных происшествий. Так газета «Нью-Йорк Сан» от 24 января 1930 года сообщала о расследовании смерти Стэнли Лейк, проживавшей в Кингстоуне, штат Нью-Йорк. Следователь, занимавшийся этим делом, особо отметил непонятное явление. В то время как ее тело сильно обгорело, одежда на ней даже не загорелась. У данного феномена есть и другая часто повторяющаяся особенность. Жертвы, как правило, находятся в состоянии, близком к трансу. В космосе, к примеру, напечатан отчет некоего доктора Бертхола, медика хирургическому обществу, о проведенном им расследовании в связи с гибелью женщины, которую нашли сгоревшей в ее парижской квартире, почти совершенно не пострадавшей, 1 августа 1869 года. По его словам, все выглядело так, словно тело находилось в плавильной печи, и лишь пол, на котором оно лежало, был прожжен. Как эксперт, он не мог понять, почему женщина не издала ни единого крика и не позвала на помощь кого-нибудь из других жильцов. Другой случай — обгоревшие тела пяти мужчин, сидящих в свободных позах в машине, которая стояла на проселочной дороге возле Пиквеля, штат Кентукки. Сообщение об этом случае в газете «Серакуз Геральт Джорнел» от 21 ноября 1960 года не содержит описания того, в каком состоянии находилась сама машина, но приводит слова исследователя, заявившего, что он буквально поражен отсутствием каких бы то ни было следов, свидетельствовавших о попытке выбраться из машины. Но, пожалуй, наиболее странный случай подобного рода сообщает Форд, заимствуя его из английской газеты «Дартфорд Кроникл» от 7 апреля 1919 года. В половине третьего ночи писатель Темпл Джонсон был найден мертвым. Нижняя половина его тела полностью сгорела. На одежде не было никаких следов огня, так же, как и в комнате. Однако за дверью комнаты писателя пожарные обнаружили огонь и не могли понять, как он возник и почему локализовался именно в этом месте. Джонсон был полностью одет и находился в доме один. В карманах у него находились деньги, и не было никаких признаков, указывающих на то, что пожар был устроен, чтобы скрыть следы ограбления. На следствии было установлено, что смерть наступила от сердечной недостаточности, вызванной отравлением дымом. Вместе с тем у следователя вызвало удивление то обстоятельство, что, будучи одетым в момент, когда он обнаружил огонь, Джонсон не попытался спастись или позвать на помощь кого-либо из соседей. Для описания подобных феноменов Эрик Франк Рассел предложил термин «сверхбыстрое сожжение». И действительно, косвенные доказательства говорят о быстром и интенсивном процессе горения. Доктор Харуэлл заявил Массачусетскому судебно-медицинскому обществу следующее. 12 мая 1890 года он ехал верхом близ города Авера в Массачусетсе. Его попросили спешиться и повели в ближайший лес. Там, на поляне, он увидел тело женщины, от плеч, живота и ног исходило пламя. Но не было заметно никаких признаков того, что женщина сама подожгла себя. Ни Харуэлл, ни другие свидетели не могли сказать ничего, кроме того, что эта женщина загорелась по неизвестной причине. Позднее отчет об этом происшествии был напечатан в журнале Science. Доктор Рейндельс, выступая в 1891 году на собрании Манчестерского общества патологов с докладом о самовозгорании человека, изложил общепринятую в то время теорию о том, что жертвами такого возгорания являются хронические алкоголики. Сегодня утверждают, что они, как правило, засыпают, продолжая курить. При этом полностью игнорируются случаи, когда жертва вообще не курит и не пьет. Тот же Рейндельс приводит случай самовозгорания, когда ноги женщины были полностью обуглены, в то время как на чулках даже не осталось следов огня. Лондонская газета Daily News в номере от 17 декабря 1904 года поместила заметку, речь в которой шла о случае с Томас Кочрейл из Роуз-Халла, Фолкирк, которая сгорела, сидя в своем кресле, окруженной многочисленными подушечками, даже не затронутыми огнем. Самое удивительное состояло в том, что она не издала ни звук, пока горела, и не пыталась спастись. Совершенно очевидно таким образом, что мы сталкиваемся в этих ситуациях со многими таинственными явлениями, заставляющими думать об оккультизме, а это не может не препятствовать проведению серьезных исследований как врачам, так и ученым. Комментарии доктора медицинских наук Лосева Как и в других подобных случаях, когда мы сталкиваемся с описанием необычных явлений, не поддающихся объяснению с позиции привычных представлений науки и повседневной жизни, прежде всего, естественно, возникает вопрос, насколько достоверно приводимое описание, и чем подкреплен сам факт наличия того или иного таинственного явления. Если с таких позиций подойти к случаям самовозгорания человека, описанным в книге, дело выглядит примерно следующим образом. Все они базируются на следующих источниках. Восьми газетных заметках, большей частью из второстепенных провинциальных изданий, давностью от 250 до 60 лет, двух заметках в более серьезных изданиях, давностью около 150-100 лет, одной популярной книге, подобной самим феноменам книги чудес. Кроме того, упоминаются несколько писателей, в романах которых также содержатся эпизоды, описывающие самовозгорание. Уже один приведенный перечень источников дает серьезное основание сомневаться в действительном существовании фактов самовозгорания людей. Во всяком случае, указанных литературных ссылок явно недостаточно для сколько-нибудь серьезного подтверждения наличия данного феномена. Что касается газетных заметок, то нельзя исключить, что они, во всяком случае, часть их порождены широко распространенной уже с давних пор в прессе западных, да и не только западных стран, погоней за сенсациями различного рода. Это нередко приводило и приводит к поверхностному, тенденциозному, а подчас и заведомо искаженному и дополненному более или менее богатой фантазией изложению действительно имевшихся фактов или просто к выдумкам. Во всяком случае, нельзя не отметить, что в обосновании своей концепции авторы никаких серьезных научных и вообще достоверных источников не приводят. В то же время изложение большей части, содержащихся в главе случаев самовозгорания, страдает множеством очевидных погрешностей против простой житейской логики и различного рода противоречиями. Приведем лишь несколько примеров. Ряд вопросов возникает в случае с самовозгоранием Мэри Ризер. Что означает выражение «превратилось в огненный столб»? Кто этот столб видел? Трудно сколько-нибудь определенно представить себе по имеющемуся описанию общую картину обнаруженных утром последствий горения Ризер. Сидевший ночью на кухне в кресле, оно явно страдает отсутствием логики. Раскаленная наружная ручка входной двери в комнату, в которой Ризер не было. Огонь на перегородке со стороны ее комнаты. Как он туда проник и почему не разгорелся? Ведь это уже не телесный огонь, а самое обычное горящее сухое дерево, обои и так далее. Почему не было дыма, если горели стена и пол, сгорели кресла, кроме пружин, одежда, включая одну тапочку? Почему от высокой температуры треснуло зеркало, расплавились пластмассовые выключатели, в том числе в ванной комнате, вопросительные восклицательные знаки, а другие предметы, в том числе газеты, не пострадали? Зачем пожарные, потушив огонь на перегородке, стали разбирать обгоревшую стену, восклицательный знак, чтобы проникнуть в кухню? Разве туда не было двери, которая едва ли была заперта? Во всяком случае, открыть ее было значительно проще, чем разбирать всю стену. Что означает утверждение о неестественной интенсивности следов огня вокруг сгоревшего кресла, и как это увязать с тем, что несколькими строками выше говорится лишь о почерневшем круге на полу? Несуразности содержатся и в описании других случаев. Так совершенно неясно, каким образом мог умереть от отравления дымом писатель Джонсон, если в комнате, где обнаружена сгоревшая половина его тела, не было никаких следов огня. Каким же дымом он отравился, и как можно говорить об отравлении дымом, как о причине смерти, если у человека сгорело полтуловища? Непонятно, как узнал следователь о том, что погибший обнаружил огонь. И опять вопрос. Как мог огонь, пожиравший нижнюю половину туловища человека, проникнуть через брюки и ботинки, не повредив их, а затем через стену в другую комнату и вызвать там загорание? Сравнивая этот случай со случаем Мэри Ризер, приходишь к заключению, что при самовозгорании возможен и огонь без дыма, и дым без огня. Имеется немало несуразностей различного рода и в описании других случаев. Например, неясно, как могли два констебля внести в здание суда еще продолжавшее дымиться тело до тла — вопросительные и восклицательные знаки — сгоревшей женщины в совершенно не пострадавшей одежде. Что же несли констебли? В то же время описание некоторых других происшествий вообще не дает никаких оснований говорить о самовозгорании. Это относится, например, к сообщению доктора Хартуэлла. Приведенные данные совершенно не исключают возможности того, что речь идет о преступлении, когда убитую женщину облили горючей жидкостью и подожгли. Криминальную основу вполне могут иметь и другие приведенные в главе эпизоды. Ведь хорошо известно, что история криминалистики знает, к сожалению, множество самых изощренных способов убийства. Таким образом, наряду со скудностью и ненадежностью источников, послуживших основанием для обсуждаемой версии самовозгорания, само описание и анализ приводимых случаев с точки зрения логики и здравого смысла отнюдь не представляются серьезными. Не нужно быть следователем или судебно-медицинским экспертом, чтобы это было очевидно. Теперь коротко о научной стороне вопроса. Здесь сразу необходимо сказать, что научный уровень изложения не выдерживает никакой критики. Здесь и теория пьяниц, перенасыщающих свое тело легко воспламеняющимися алкогольными парами, и необычайно быстрое разложение трупа человека, пораженного молнией, и ряд других ни на каких законах природы неоснованных положений, вплоть до безоговорочной формулировки позиции самих авторов. Что бы ни говорила наука, до сих пор появляются свидетельства о случаях, когда на людей совершенно неожиданно нападает огонь. Последующее изложение, а также позиции авторов в целом, ни на каких научно-достоверных фактах и материалах не основаны. В современной научной литературе не описано ни одного случая самовозгорания людей. Это относится прежде всего к судебной медицине, которая первой должна бы столкнуться с подобными случаями. Нет описания таких случаев и в современной криминалистической литературе. Никакой критики не выдерживает версия самовозгорания и с общенаучных позиций. Согласно современным представлениям, горение – это сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительных количеств тепла и обычно ярким свечением – пламенем. Основу горения составляют экзотермические, идущие с выделением тепла, окислительные реакции вещества, способного к горению, горючего, с окислителем. Одно из наиболее общих свойств горения – самоускорение при известных условиях процесса воспламенения, связанные с накоплением в реагирующей системе тепла или активных продуктов цепной реакции. Характерная особенность явления горения – способность к распространению в пространстве путем передачи тепла или диффузии активных частиц. При любом виде горения различают две стадии – воспламенение и последующее сгорание. При этом для каждого горючего вещества характерна определенная температура воспламенения, при которой начинается самоподдерживающаяся или самоускоряющаяся реакция горения, продолжающаяся при наличии соответствующих условий до полного расходования горючего материала. Нагревание горючего вещества до температуры воспламенения, как правило, происходит из внешних источников путем контакта с раскаленным воздухом, горячим предметом или открытым пламенем, а также при интенсивном воздействии лучистой энергии. В некоторых случаях горение может начаться в результате самого спламенения без притока внешней энергии. Такое явление может быть результатом медленно протекающих экзотермических реакций в веществе горючего материала, при условии, что образующееся при этом тепло не полностью рассеиваются в окружающем пространстве. Вследствие этого температура в зоне реакции постоянно повышается, что, в свою очередь, по законам химии, ведет к увеличению скорости реакции и теплообразования. Происходит прогрессирующее саморазогревание, и при достижении критической температуры возникает воспламенение. Таким путем загораются, например, кипы влажного хлопка в трюмах кораблей и в пакгаузах, стога сена, торф и т.п. В свете приведенных кратких сведений с научной точки зрения, все истории самовозгорания человека являются совершенно невозможными. Для того, чтобы живой организм был неожиданно охвачен пламенем и на глазах превратился в кучку пепла, в описанных случаях не выполняется ни одно из условий, необходимых для горения. Прежде всего, человеческое тело по своему составу ни в коей мере не является горючим материалом. Оно, как известно, состоит примерно на две трети из воды, из совершенно негорючих тканей – мышечной, соединительной, нервной, костной и других. Даже жировая ткань человека не способна при обычных условиях к самостоятельному горению. Поэтому тело человека само гореть не может. Его можно сжечь, лишь если подействовать на него высокой температурой извне. Причем для полного сожжения требуется температура более тысячи градусов Цельсия и достаточно длительное, исчисляемое часами время. Особенно трудно поддаются тепловому разрушению кости скелета. Об этом справедливо упоминают, говоря о кремации трупов и сами авторы. Между тем очевидно, что ни в одном из приведенных случаев не может быть и речи о подобных условиях. Хорошо известно, что даже при прямом поражении молнии тело человека никогда не сгорает, могут возникать лишь ограниченные участки обугливания. То же относится и к шаровой молнии, вызывающей пострадавшую сравнению с обычной линейной молнией, относительно большие механические разрушения и меньший термический эффект. Категорически отвергается и возможность самовоспламенения человека, подобно хлопку, торфу и т.п. Для исключения такой возможности вполне достаточно было бы уже одного факта безусловной негорючести человеческого тела. Однако можно добавить, что в живом человеческом организме, в результате происходящих в нем окислительных экзотермических реакций, невозможно повышение температуры тела выше 42-43 градусов Цельсия. Это верхний температурный предел жизни человека и других высших организмов. При повышении температуры на 1-3 градуса Цельсия происходят грубые нарушения обмена веществ, биологических мембран и белков, являющихся основным субстратом жизни, и организм быстро погибает. Понятно, что при этом вскоре прекращаются и биохимические реакции, ведущие к образованию тепла. Наконец, еще об одном, повторяющемся в описаниях нескольких случаев, явлении избирательности огня. Эта избирательность имеет совершенно невероятные формы и несовместима с элементарными научными представлениями. Принципиально невозможно, например, чтобы полностью сгорело кресло, загорелась стена, расплавились находящиеся на отдалении выключатели, а газеты на расстоянии около 30 сантиметров от сгоревшего кресла и сидевшего на нем человека, остались нетронутыми. Или чтобы человек дотла или лишь наполовину сгорел внутри своей отнюдь не огнеупорной одежды, а сама одежда при этом не пострадала, и так далее. Все это представляется совершенно несуразным. Не может быть никаких сомнений в том, что явления самовозгорания человека не существуют. Все приведенные случаи являются либо выдумкой с целью мистификации или наживы на сенсации, либо изложением непроверенных слухов, либо, наконец, криминальными случаями, до конца квалифицированно нерасследованными, или попавшими на перо репортера на той стадии следствия, когда действительное положение вещей еще не было установлено. Электрические люди Один из самых первых случаев изучения учеными так называемых электрических людей относятся к 1846 году. 15 января Анжелика Котен из Ла-Перьер, Франция, которой в тот день исполнилось 14 лет, испытала странное состояние, длившееся десять недель. Стоило ей приблизиться к предметам, как они тут же начинали от нее отскакивать. Наилегчайшего прикосновения ее руки или платья бывало достаточно для того, чтобы даже самая тяжелая мебель принималась кружиться и прыгать по комнате. Совершенно невозможно было удержать что-либо, если это держала и Анжелика. Предмет тут же начинал дергаться и выскальзывать из ваших рук. Французская академия наук назначила специальную исследовательскую группу, одним из членов которой стал известный физик того времени Франсуа Араго. В февральском номере журналь «Де Деба» за 1846 год опубликован его отчет о проведенном расследовании. По мнению ученого, сила, которой обладала девочка, сродни электромагнетизму. В ее присутствии, например, компасная стрелка начинала настоящую пляску святого Витта. Она обыкновенно возрастала по вечерам и, казалось, концентрировалась в левой стороне тела Анжелики, точнее, в ее левом запястье и локте. Бедняжка случалась билась в конвульсиях, когда эта сила проявлялась с особой активностью, при этом частота ее сердцебиения составляла 120 ударов в минуту. Сама она так пугалась происходящего, что часто, сломя голову, убегала из дома. Не представляется возможным указать, сколько случаев, приписывавшихся воздействию нечистой силы, на самом деле было прямым результатом проявления этого высоковольтного синдрома. Дингол собрал целую коллекцию таких происшествий. Отклонение магнитной стрелки компаса, пляска мебели в помещении и т.п. в своей четырехтомной книге «Необычные гипнотические феномены» 1967 год, причем первое такое событие датировано 1786 годом. Происшествия подобного рода продолжают освещаться в прессе и в наши дни. Так сообщается, что Дженни Морган из Седалии, штат Миссури, в 90-х годах прошлого века обладала высоким электрическим потенциалом. От нее во все стороны летели электрические искры, взрослые по возможности старались держаться от девочки подальше, тот же, кто по забывчивости здоровался с ней за руку или прикасался к ней, случалось, даже терял сознание от шока. Другой пример. Каролина Клэр, 17 лет, из Лондона, Антарио, заболела в 1877 году. Она похудела до 90 фунтов, часто впадала в необычное состояние, находясь в котором рассказывала о странах, где никогда не бывала. Когда через полтора года девушка наконец поправилась, это не принесло ей радости. Как и Дженни Морган, она начала излучать электричество, и жизнь ее превратилась в сплошное мучение. Предметы, соприкасавшиеся с ней, становились намагниченными. Ножи и вилки буквально прилипали к ее рукам, и их приходилось отрывать с большим усилием. Этот феномен изучали представители Медицинской ассоциации Антарио летом 1879 года. Фрэнк Мак Кинстри из Джоплина, штат Миссури, также явился объектом изучения медиков десятью годами позже, в 1889 году. Когда он ощущал в себе некую заряженность, он должен был во что бы то ни стало начинать быстро двигаться. В противном случае его ноги приклеивались к полу или земле, и ему приходилось обращаться за помощью к прохожим с просьбой отклеить его и тем самым выпустить из него заряд. В 1890 году врачами из Мэрилендского колледжа фармацевтов изучался шестнадцатилетний Луис Гамбургер. Несчастный юноша, так же, как и его коллеги, был настоящим человеком-магнитом. Он мог, к примеру, заставить металлические предметы прилипать к коже своего тела. Кончиками трех пальцев ему удавалось поднимать в воздух стеклянную банку, заполненную до краев металлическими опилками весом около пяти фунтов. Эти и ряд других случаев электрического феномена кратко описаны в работах Франка Эдвардса, Винсента Гэддиса и других исследователей. Гулды Пайл в своей монументальной работе «Аномалии и странности в медицине» 1937 год тоже рассматривают случаи с электрическими людьми. Всемирный совет физических исследований на своем заседании в Нью-Йорке предложил премию в 10 тысяч долларов тому, кто сумеет, не прибегая к фокусам, продемонстрировать необычные физические свойства. Одной из тех, кто откликнулся на приглашение ученых мужей, была миссис Антуан Тиммер. Эта пожилая леди показывала, как к ее рукам притягивались ножи, словно она была сильно намагничена. Однако совет не нашел это убедительным. Дело в том, что на заседании присутствовал известный иллюзионист Джозеф Даннингер, который заявил собравшимся, что все показанное чистой воды трюкачество, так как он сам во время своих выступлений перед публикой в цирке не раз проявлял подобное умение, просто скрывая в рукаве магнит, притягивавший к себе металлические вещи. Вероятно, самым известным случаем подобного рода в Америке был случай с Лулу Херст, который даже демонстрировала свои необыкновенные способности перед публикой. В 1883-85 годах она выступала как чудо из Джорджии, пока не ушла с подмостков, выйдя замуж за своего антрепренера. Свои способности она, как и положено в классическом варианте с нечистой силой, начала ощущать в себе после 14 лет. В ее присутствии бились фарфоровые чашки, а ночью в спальне, где она находилась, начинали раздаваться непонятные стуки в дверь и тяжелые удары, которые до смерти пугали ее младшую сестру, с которой они спали вдвоем. На следующий день, после того, как начались странные шумы, Лулу передала одному из родственников стул, который при этом начал вертеться в ее руках, явно не желая переходить к новому хозяину. Четверо мужчин не могли перетянуть его, в конце концов он рассыпался на куски, и все четверо полетели на пол. Подобно Анжелике, Лулу с криком выбежала из дому. По прошествии двух недель родные уговорили девушку превратить свой недуг в искусство. Номер, с которым она выступала, состоял в том, что Лулу должна была демонстрировать свое превосходство над несколькими взрослыми мужчинами. Скажем, девушка держала один конец бильярдного кия, а двое селачей изо всех сил безрезультатно старались вырвать кий из ее рук, пригнуть его к земле и т.д. Она поднимала троих мужчин, сидящих друг у друга на коленях, на одном кресле простым прикосновением ладони к его спинке, слегка касалась тяжелого предмета, и он отодвигался, хотя до этого пятеро сильных мужчин не могли сдвинуть его с места. Эдвардс в своей книге «Странные люди» 1961 год пишет о Лулу, что она, по свидетельству многих современников, подпускала к себе любых проверяющих, которые могли убедиться, что свои номера она делает без всякого напряжения, не прибегая к трюкам и уловкам. Единственная известная нам аналогия с появлением и разряжением электрических высоковольтных зарядов в человеческом организме – биоэлектрические процессы, происходящие в теле животных, таких как, например, угорь. Каждая клетка нашего тела в состоянии вырабатывать небольшой электрический заряд. Доктор Мэйн Коу в журнале FATE за июль 1959 года писал, что один кубический дюйм мускульных клеток человека теоретически в состоянии генерировать очень слабый ток. Однако для того, чтобы вызвать явления, рассмотренные выше, требуется неизмеримо более высокая сила тока, так что с физической точки зрения они все-таки остаются необъясненными. Другая теория, приписывающая все способности электрических людей в основном энергии полового созревания, не берет в расчет случая, когда в них не замешаны подростки. Так, скажем, Гулт и Пайл упоминают шестилетнего мальчика из племени Зулу, прикосновение к которому вызывало электрошок. Его демонстрировали в Эдинбурге в 1882 году. Можно в этой связи вспомнить и младенца, о котором рассказывает Фодор в своей энциклопедии психических наук. Он родился в Сен-Урбен во Франции в 1869 году. Разряды, исходившие от его тела, причиняли весьма ощутимую боль всем, кто к нему прикасался. От его пальцев шли светящиеся лучи, и когда он в возрасте всего девяти месяцев скончался, сияние вокруг его тела можно было наблюдать еще в течение нескольких минут. Кстати, это не единственный подобный случай с младенцем. Дуглас Хант в своей книге «Предсказания» 1953 год приводит в частности еще два случая высоковольтных младенцев. Один из них мог зарядить лейдинскую банку, а другой — вызвать вибрацию в предметах, подносимых на небольшое расстояние к нему. Он же по наблюдениям окружающих испускал нежное белое сияние. Ренсен в журнале «Электрический экспериментатор» за июнь 1920 года сообщал о заболевании ботулизмом — пищевое отравление сразу 34 заключенных в одной тюрьме. Один из отравившихся пытался выбросить клочок бумаги, но безуспешно бумага как будто приклеилась к его ладони. Вскоре выяснилось, что все заболевшие находятся в таком же состоянии на электризованности. Ее большая или меньшая степень была непосредственно связана с тяжестью самого заболевания. В присутствии больных компасные стрелки начинали вращаться в разные стороны, металлические предметы нельзя было вырвать из их рук, однако все эти явления прекратились, как только больные выздоровели. Исследование случаев, считавшихся результатом воздействия нечистой силы, выявляет безусловное наличие в них электромагнитного вмешательства, начиная с гаснущих лампочек и кончая приборами, работающими без включения в сеть, как это произошло в получившем широкую огласку происшествие в Розенхайме, Бавария в ноябре 1967 года. Помехи в телефонных переговорах, колебания тока в электрической сети — все это связывалось с девушкой Анной Марией Шнайдер. Многие из таинственных явлений, происходивших в ее присутствии, входят прямо-таки в классический репертуар механических трюков, на которые так щедр их главный виновник — вездесущая нечистая сила. Лампочки сами по себе вдруг вывинчивались из патронов, открывались ящики столов и комодов, на стенах начинали качаться картины и т.п. Комментарий доктора медицинских наук Лосева Прежде всего необходимо заметить, что в подтверждении действительного наличия описываемых в этой главе явлений авторы не приводят никаких достоверных источников. Здесь все те же ссылки на газетные сообщения, случайные публикации в популярной литературе, некоторые из них давностью порядка 150 лет, работы неких исследователей с перечислением лишь их имен, и на две книги издания 1937 и 1967 годов, представляющие собой сборники сверхъестественных эпизодов. Вполне вероятно, что в сочинениях подобного рода содержатся перекрестные ссылки на одни и те же, ничем не подтвержденные случаи. Понятно, что более достоверными они от этого не становятся. Обращает на себя внимание значительная давность описываемых эпизодов, до 200 лет, и явный пробел в современных данных, которые, конечно, имелись бы в научной литературе, криминальной хроники и так далее, и стали бы предметом самого пристального внимания специалистов различного профиля, если бы действительно происходили. Позиция самих авторов сформулирована, как, впрочем, и в других главах, весьма неопределенно и малопонятно. В частности, могут вызвать лишь улыбку многократные ссылки на нечистую силу, возвращающие нас в далекое средневековье. Любой организм действительно является генератором биоэлектричества. Это связано с тем, что в живых клетках и тканях имеется множество мельчайших электрически заряженных частиц – электронов, ионов, и заряженных групп более крупных частиц, так называемых макромолекул. Движение и определенное размещение этих частиц создает в тканях, клетках и их составных частях, – разность потенциалов, наиболее выраженную на биологических мембранах, входящих в состав клеток нервной системы, сердца, скелетных мышц и некоторых других. При определенных условиях биоэлектрические потенциалы приводят к возникновению биотоков во внутренней среде организма. Эти электрические явления могут находить свое отражение на поверхности тела и даже на некотором расстоянии от него. Однако величина биопотенциалов в человеческом организме весьма невелика и исчисляется тысячными долями вольта, максимально немногим более одной десятой доли вольт. – соответственно, малы и величины токов, протекающих в живых структурах человеческого тела. Поэтому для восприятия и регистрации электрических явлений человеческого организма биопотенциалы и биотоки должны быть усилены специальными электронными приборами во много тысяч раз. Например, для регистрации широко используемой в медицине электрокардиограммы требуется усиление потенциала сердца примерно в десять тысяч раз. Для улавливания и регистрации биотоков мозга электроэнцефалограммы требуется еще большее усиление примерно в двести тысяч раз. Большое усиление необходимое для используемых в медицине биопотенциалов скелетных мышц желудка, сетчатой оболочки глаза. Таким образом, даже для того, чтобы двигать легкое перо электрокардиографа, необходима затрата внешней энергии. Отсюда ясно, что ни при каких обстоятельствах вырабатываемые организмом биотоки не могут производить работу, подобную описанной пляске мебели и тому подобное. Не могут эти биотоки вызывать и боль, а тем более шоковое состояние у других людей. Существуют некоторые виды рыб, в частности, так называемые электрические скаты, способные генерировать сильные электрические разряды. Однако у этих рыб имеются специальные органы, вырабатывающие и, подобно конденсатору, накапливающие электричество высокого напряжения. У человек таких органов, безусловно, нет и быть не может. Другой вид электрических явлений, связанных с человеческим организмом — это широко известная в повседневной жизни наведенное электростатическое электричество. Оно образуется в виде заряда на поверхности тела, при трении о него одежды, особенно из синтетических тканей. Одежда приобретает заряд, противоположный по знаку заряду на теле, и притягивается к нему, что можно наблюдать, если одежда изготовлена из легкой ткани. Заряд с поверхности тела или одежды может стекать в виде мелких искр, хорошо видимых в темноте, а иногда и при неярком свете. При этом могут ощущаться легкие уколы, свойственные действию слабого электрического тока. Однако такие разряды никогда не достигают интенсивности, могущие вызвать сильную боль, шок, а тем более передвижение тяжелых предметов и т.д. Что касается магнитных явлений, описанных в главе, то магнетизм действительно присущ практически всем биологическим объектам. Он связан с наличием в организме множества неподвижных и движущихся элементарных частиц, ионов, макромолекул, несущих электрический заряд и обладающих слабыми магнитными свойствами. Однако возникающие при этом магнитные поля обладают крайне низкой напряженностью и совершенно не в состоянии вызвать механическое перемещение даже самых малых по размеру феромагнитных частиц, обладающих наибольшей чувствительностью к действию магнита, например, железа, никеля и некоторых других металлов. Ясно, что о притяжении ножей, вилок, банок с металлическими опилками весом 2 кг и т.п. и речи быть не может. Самые простые физические расчеты полностью отвергают такую возможность. В настоящее время существуют методы так называемой «магнитодиагностики» — бесконтактной регистрации магнитных полей сердца и головного мозга, но они не получили сколько-нибудь широкого распространения именно из-за больших трудностей обнаружения и регистрации чрезвычайно слабых магнитных явлений, происходящих в живом организме. Так, для магнитокардиографии приходится применять сложные специальные преобразователи — детекторы с использованием сверхпроводящих контуров с глубоким охлаждением жидким гелием и другие сложные устройства. Из сказанного очевидно, что все необыкновенные явления, описанные в главе электрические люди, либо выдуманы, либо представляют собой самое простое трюкачество. Не случайно Лулу Хёрст, чудо из Джорджии, выступала со своим номером на цирковых подмостках. Заметим в связи с этим, что уже с давних времен различного рода фокусники демонстрируют множество еще более замысловатых трюков, каждый из которых можно было бы при поверхностном подходе занести в категорию необъяснимых явлений. Что касается проделок нечистой силы, вроде верчения картин на стенах, самооткрывающихся ящиков стола, стуков в дверь по ночам и т.д., то они вполне совпадают с обычными атрибутами спиритических сеансов, многократно подвергшихся разоблачению. В художественной форме это сделал, например, Лев Николаевич Толстой в «Плодах просвещения». Примером научного разоблачения спиритизма может служить заключение специальной комиссии под председательством Менделеева при Петербургском университете в 1871 году о том, что спиритизм есть суеверие и умышленный обман. Энгельс назвал спиритизм «самым диким из всех суеверий» Маркс Энгельс, сочинение, том 20, стр. 382. Об этом надо помнить, так как спиритизм и в наши дни распространен в ряде стран Запада. Удлинение человеческого тела Мы располагаем сведениями о том, что при определенных обстоятельствах, чаще в состоянии экстаза, человеческое тело может прямо на глазах удлиняться или менять форму. Например, материалы, представленные в Конгрегацию Таинств в Папской Курии по случаю причисления к лику блаженных сестры Вероники Лапарелли, умерла в 1620 году, содержали данные под присягой показаний очевидцев ее феноменальных способностей. Так в одном из свидетельств утверждается, что когда сестра Вероника читала молитву, то с помощью какого-то невидимого существа она удлинялась до тех пор, пока ее шея не теряла всякую соразмерность, а сама она не становилась значительно выше, чем была всегда. Мы, все монахини, бывшие тогда в часовне, видели это собственными глазами. Несмотря на все старания, монахини не заметили, чтобы сестра Вероника поднималась в воздух. Для большей убедительности, поскольку все происходило во время экстазов, длившихся зачастую по три дня к ряду, монахини измеряли ее в экстатическом состоянии и после него, и убедились, что в нормальном состоянии она была на пять, то есть более десяти дюймов, короче. Адвокат дьявола на канонизационном процессе предупреждал, что к этому случаю следует относиться осторожно, поскольку порой за удлинение тела принималась его левитация. Адвокат дьявола, наименование лица которому в католической церкви поручается при обряде канонизации, обвинение канонизируемых лиц, их защиту осуществляет адвокат Бога. Тем не менее, мы отмечаем, что удлинение ее шеи наблюдали несколько пар глаз. Кроме того, будучи необремененными необходимостью обсуждать наличие здесь божественного промысла, мы рассматриваем этот случай в ряду других, причем часть таких случаев произошла в нерелигиозном контексте. В житии матери Марии Константы Кастрекко, написанном каноником Бюти, есть пространные цитаты из записок ее духовника, в которых сообщается, что примерно с 1700 года она однажды молилась перед статуей младенца Христа, и все вдруг заметили, как она стала выше, и по мере роста тело ее все больше охватывало дрожь. То же самое неоднократно писал о Доминике дель Парадисо, жившей двумя столетиями раньше, ее биограф Борги Джиани. «Иногда удлинение тела происходит за счет удлинения конечностей, способность которую некто Хоум, по заявлению его духовника, демонстрировал как минимум 30 раз в течение своей жизни в присутствии свидетелей. Житие святой Катарины Генуэзской, которая умерла в 1510 году, сообщает, что перед смертью, когда ей казалось, что внутри ее тела горит невыносимый огонь, одна рука ее страшно заболела и вытянулась примерно на пять дюймов по сравнению с длиной, данной ей от природы. Следует отметить, что это свидетельство, как и остальные, давалось склятвой на Библии монахам, присутствовавшим при ее смерти перед конгрегацией таинств во время обряда канонизации. Ее современница, блаженная Стефана Кинциани, в 1497 году испытала на себе страсти Господни, о чем в ее житии 1784 год имеются свидетельства двадцати одного очевидца. Вытерпев бичевание на столбе, она распростерлась на полу. Во время всех мучений рядом с ней никого не было. Правая рука ее вытянулась, словно ее кисть действительно кто-то крепко прибивал гвоздем, и в ту же минуту стало видно, как мускулы растягиваются и напрягаются. Вены надулись, и рука на самом деле стала чернеть, словно ее и впрямь прибили. Она издает крик, за которым следуют жалобные стоны. Затем простирается левая рука, но длина ее оказывается значительно больше обычной. Мы считаем, что когда пронзили ее правую руку, правая половина тела словно бы сжалась, а когда ее левую руку с силой дернули в противоположную сторону, ее грудь совершенно отчетливо разверзлась. В своей книге «Физические проявления мистицизма» отец Сёрстон замечает, что сейчас нельзя однозначно утверждать, значит ли это, что ее одеяние на груди натянулось и лопнуло, или же автор хотел сказать, что произошел физический разрыв грудной клетки и прилегающих к ней тканей. Мы считаем, что последнее вполне возможно. Не более удивительным является и то, что сестра Стефана проходила через эти муки каждую пятницу, ненормально при этом худея. Когда же все окончилось, она опять становилась вдородной, круглолицей женщиной. Многие стигматики имеют опущение одного плеча, словно они несли крест огромной тяжести. Два хирурга, производившие вскрытие трупа, святой Вероники Джулиани, умерла в 1728 году, в официальном заключении отмечали, что одна лопатка у нее была изогнута и приплюснута настолько, что им непонятно, как она могла при жизни пользоваться этой рукой. Будучи уже смертельно больной в 1510 году, святая Катарина Генуэзская испытывала приступы повышенной чувствительности, во время которых тело ее деформировалось. В ее шитии есть описание одного такого приступа. Приступ был настолько сильным, что все ее тело, казалось, «затряслось», особенно правое плечо, глядя на которое можно было подумать, что оно вообще отделено от тела. Также и одно ребро выпирало с такой силой, причиняло такую невероятную боль, страдания, и так вздыбливало мышцы и кости, что на это нельзя было смотреть без содрогания. Казалось непостижимым, как человеческое тело может переносить такое. Смещение ребер наблюдалось также у святого Павла Крестоносца, умер в 1775 году, Джеммы Гальгани, умерла в 1903, и святого Филиппа Нери, умер в 1595 году, в чьем житии говорится, что, желая выразить свою любовь, он имел обыкновение прижимать своих друзей к груди, и тогда они ощущали происходящее в ней сильное биение. Многие видели, как на левой стороне груди у него вдруг появлялась опухоль размером с кулак, в которой все бешено тряслось и становилось таким горячим, что он, чтобы не упасть в обморок, припадал обнаженной грудью к земле, желая остудить жар. Вскрытие тела показало, что два ребра в этой области были сломаны и торчали наружу, причем с этой травмой Нери прожил много лет. Есть свидетельства о людях, которые получили ранения при довольно странных обстоятельствах. Случаи, которые относятся к страстям Господним, мы поместили в голову о стигматах. Те, которые имеют явный религиозный подтекст, рассмотрены в разделе «Невидимые враги». Безусловно, все они имеют под собой нечто общее. Доктор Анбер Гурбейр, 27 сентября 1880 года, стал свидетелем странного явления у стигматика Марии Жюлии Жехенни, которую он долгое время наблюдал. Вышедшей в 1894 году книге «Стигматизация», он писал, что в присутствии пяти других свидетелей видел, как она впала в транс, и голова ее стала как бы проваливаться в туловище, ниже уровня плеч, которые вздыбились перпендикулярно ключицам. Язык ее невероятно распух и вывалился изо рта. Все ее тело словно бы вобралось в грудь и стало похоже на комковатый шар из плоти. Затем ее правая сторона от подмышки до бедра стала раздвигаться, а левая сторона резко уменьшаться в размерах. Доктор Анбер, чтобы убедиться в увиденном, стал ощупывать тело больной через ночную сорочку. Излишне говорить, что доктор, который был профессором анатомии, оказался изрядно потрясенным. Даже если предположить, что все метаболические и психосоматические процессы приняли какую-то крайнюю форму, то события сменяли друг друга с такой скоростью, что вряд ли их можно объяснить с помощью современной медицины. Несмотря на всю необычность, происходившее нельзя назвать уникальным явлением. В Амхерсте, канадская провинция Новая Шотландия, в течение года, начиная с августа 1878 года, странные вещи происходили с 19-летней Эстер Кокс. В книге «Великое амхерстское чудо» Уолтер Хаббел сообщает, что однажды ночью Эстер, спавшая с своей младшей сестрой, вдруг оказалась вместе со всем постельным бельем посредине комнаты. «Что со мной?» — простонала она. «Боже, я умираю!» Волосы у нее стали дыбом, лицо налилось кровью, глаза выкатились. Ее сестра закричала, и другие люди вбежали в тот момент, когда Эстер стала прямо на глазах раздуваться. Им стало страшно от вида раздувшихся рук, ног и туловища бедняжки. Четыре раза в комнате что-то прогремело, и Эстер стала медленно возвращаться к нормальному состоянию. Наконец, она спокойно задремала. Это повторялось несколько раз. Философ-неоплатоник Ямвлих в IV веке н.э. писал, как мистики впадают в транс, во время которого видно, как тело поднимается, увеличивается в размерах или отделяется от земли, о мистериях. Ямвлих около 280-го, около 330-го года н.э. Античный философ-идеалист, основатель сирийской школы неоплатонизма. Хотя некоторые ученые склонны переводить греческое слово «увеличиваться» как «казаться увеличивающимся», мы, с учетом других источников, повествующих о подобных случаях, считаем, что речь идет о действительном удлинении и деформации человеческого тела. Уже в наше время Хоум и известный мистик Ананда-Майя-Ма из Дакки продемонстрировали подобное явление при свидетелях. Об Ананда-Майя-Ма, известной также под именем «Матерь», Кеннет Грант пишет в биографической книге «Человек, миф и магия». В прежние годы, во время празднования киртан, религиозные песнопения и танцы, матерь часто впадала в состояние транса, во время которого ее тело изгибалось самым невероятным образом. Члены ее секты, в частности, заявляли, что когда она каталась по земле, тело ее вдруг начинало приобретать огромные размеры, а затем сжималось, превращаясь почти в ничто. Временами ее тело, казалось, не имело костей и подскакивало, как резиновый мяч. Такая способность при желании удлинять свое тело значится среди восьми магических способностей, которые даруют человеку йога. Однако, как указывает Грант, Ананда-Майя-Ма йогой не занималась. С такой же загадкой мы встречались в других главах настоящей книги. Стигматизм и левитация, так же как удлинение тела, по свидетельствам очевидцев, довольно часто возникают в состоянии транса или экстаза. Однако, хотя большинство таких случаев действительно происходит в состоянии экстаза, само явление не зависит от него, как не зависит оно от святости. Именно по этой причине церковь отказывается причислять к лику блаженных только на основании подобных засвидетельствованных чудес. Мы не сомневаемся, что произвольное удлинение тела или его искривление в различных мифологиях породило представление о перевоплощениях и оборотничестве. Возможно, более простые формы этого явления можно наблюдать, когда случайно меняется голос, выражение лица или походка медиумов во время спиритического сеанса или священников во время изгнания злого духа. Комментарий члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Долецкого Давайте вначале, стремясь быть предельно объективными, рассмотрим, что в этой главе подтверждается научными фактами. Заметим лишь, что название ее не соответствует содержанию. Приводятся длинные выдержки из разного рода манускриптов, старинных книг, протоколов, свидетельствующие лишь о временном удлинении шеи, конечностей, гигантском растяжении или набухании тела, а потом его уменьшении или сжимании почти до невидимых размеров. Стало быть, понятие удлинения тела, то есть увеличения роста с помощью медикаментозных, хирургических или терапевтических усилий, авторы подменяют описанием кратковременного изменения его размеров или необычной деформации. Отсюда позволительно сделать первый своего рода промежуточный вывод об умышленном несоответствии содержания главы ее названию с чисто коммерческой, утилитарной целью. Остальные примеры к названию главы отношения не имеют, однако будем справедливы и заметим, что выпячивание грудной клетки, особенно при напряжении брюшного пресса, вполне возможно и наблюдается при врожденных дефектах рёбер или после травм. Выпячивание сердца и видимая его пульсация — факт известный, наблюдающийся при врожденных пороках развития в виде дефекта грудины, а также при грыжах грудной клетки. Правда, они встречаются значительно реже, чем грыжи лёгочные. Вернёмся теперь к многочисленным запротоколированным примерам фантастического и непонятного увеличения конечностей и всего того, что описано в этой главе. Всё это относится к прошлым векам, а свидетельства носят более чем спорный характер. Можно ли с современных научных позиций объяснить эти впечатляющие картины? Можно. И с большой степенью достоверности. Современным детям и даже подросткам, развитие которых ещё не остановилось, можно сегодня помочь ограничить рост или способствовать истинному удлинению. Существуют препараты, назначаемые эндокринологами при некоторых формах карликового роста, связанного с недостачей в организме больного определённых гормонов. Особое место в проблеме увеличения роста занимают специальные физические упражнения, плавание, длительные вытяжения и прочее. Скелет, позвоночник, определяющий рост человека, межпозвоночные диски, их ростковые зоны можно, конечно, стимулировать. При затрате громадных усилий, воли и времени можно удлинить свой рост на несколько сантиметров. Но стоит ли игра свеч? Не уверен. В начале нашего века на арену цирков Европы и Америки выходил человек среднего роста и на глазах у изумлённой публики начинал расти. За несколько минут он вытягивался на целую голову. Затем это же происходило с его руками. Их размер увеличивался на 15-18 сантиметров. Контрольные измерения показали, что жульничества в этом не было. В результате врачебного исследования циркового артиста Виларда — такова была фамилия Чудо-человек — был раскрыт секрет-трюк. Помогли в этом рентгеновские снимки, сделанные во время выполнения номера. Вилард использовал всем известную подвижность сочленений костей. Но путём исключительной настойчивости и специальных изнурительных упражнений в течение нескольких лет он добился поразительных результатов. Позвоночник человека имеет четыре изгиба. В области поясницы и шеи он выгнут вперёд, а на уровне крестца и спины — назад. Напрягая специально развитые мышцы, Вилард выпрямлял линию шейных позвонков. В результате шея становилась длиннее на пять сантиметров. Причём внешнее перемещение позвонков было незаметно. То же самое артист проделывал и со спинными позвонками, в результате вырастая на арене на двадцать сантиметров. Путём долгой тренировки он добился того, что лопатка и прикреплённые к ней гибкими связками плечевая кость руки стали способны передвигаться на заметное расстояние. Известно, что и без специальной подготовки длина позвоночника меняется в течение суток. Утром человек выше, чем вечером, на несколько сантиметров. Вполне возможно, что в состоянии экстаза у человека, обладающего врождённой повышенной эластичностью мышечных тканей, они могут самопроизвольно растягиваться и оставаться такими некоторое время. Вернёмся к другим впечатляющим примерам из упомянутых чудес. Можно обратиться к здравому смыслу читателя. Сказать ему «Согласитесь, что всё это из области внушения или самовнушения, массового гипноза или истерии, темноты и необразованности тех, кто описывал эти явления. Или, что очень вероятно, такого рода описания составлены по заказу, под давлением или в угоду тем, кому это было выгодно». Наблюдая любой факт или явление, мы нередко истолковываем его, находясь под влиянием мыслей и чувств, которые не в состоянии сами впоследствии объяснить. Но в данный момент верим, что это было именно так, и склонны долгое время убеждаться в этом сами и убеждать окружающих. В литературе имеется масса примеров из судебной практики, когда свидетели клялись, что дело происходило так, как они описывали, хотя это не соответствовало действительности. Что же касается приведенных в книге примеров, то они по большей части абсурдны. Впрочем, многое почерпнуто из житийной литературы, а в ней, как известно, авторы пользовались готовыми трафаретами, стремясь любой ценой доказать, что святой обладал даром чудотворения. Ведь этот дар был одним из условий канонизации того или иного божьего угодника. Вот и давали, а географы — волю своей фантазии. Современные защитники мистицизма сознательно неразборчивы в примерах, которые они приводят, чтобы доказать наличие в мире мистического начала. Эти примеры нашли место и в книге английских авторов, которые вы читаете. В данном случае наука подменяется псевдонаукой, а мистика преподносится как универсальный ключ к познанию человека, природы, общества. Невидимые враги В мае 1876 года на улицах Нанкина в Китае возникла страшная паника. По городу свободно разгуливали невидимые демоны, отрезая у людей традиционные косички. Тщетно горожане закрывали голову руками. Все было напрасно. Паника распространилась на Шанхай, а затем и на другие китайские города, где к прежним страхам прибавился еще и новый, страх перед неведомыми силами, которые убивали людей во сне. Массовая истерия продолжалась в течение примерно трех лет, и все эти годы злой дух, стригущий волосы, был неуловим. С тех пор подобные происшествия бывали и в других местах. Как пишет в своей книге «Религиозные системы Китая» 1892 год, ее автор Де Гроот, первые случаи массовой паники в Китае из-за невидимок, стригших волосы, относятся еще ко временам династии Вэй, в период с 477 по 517 год нашей эры. Газетные сообщения о таких событиях в Китае вызывали, как правило, всего лишь снисходительные усмешки в Европе. Однако улыбки улетучились, когда паника такого же рода возникла не где-нибудь, а в самой Англии. Произошло это в 1922 году в Лондоне. Молодых девушек хватала чья-то невидимая рука, которая срезала их волосы и таинственно исчезала. Попытки галантных английских кавалеров прийти на помощь очаровательным мисс не увенчались успехом. Все объяснения психологического плана, которые мы на сей счет выслушали, не объясняют того очевидного факта, что средь бела дня на улицах многолюдного города у людей неожиданно исчезали с головы волосы. В книге «Другая сторона» 1969 год епископ Джеймс Пайк пишет о странных явлениях, последовавших за самоубийством его сына. Однажды, к примеру, его помощница проснулась и увидела, что кто-то пламенем аккуратно подровнял ей волосы. Такая же история повторилась и на следующее утро, а через три недели одна из отрезанных огнем прядей оказалась лежащей на столике у ее кровати. Описание другого, еще более странного случая можно найти на страницах религиозно-философского журнала в номере от 4 октября 1873 года. В Меномоне, штат Висконсин, молодая девушка, стоявшая в этот момент вдвоем с матерью, вокруг никого не было, почувствовала, как кто-то, состригает ее волосы почти до корней, и они при этом бесследно улетучиваются. Теперь мы обратимся к еще более жестокому виду насилия, когда на жертве появляются колотые или огнестрельные раны от невидимого оружия. В газете New York Times от 8 декабря 1931 года помещена заметка капитана немецкого парохода Брехзея, накануне бросившего якорь в порту Хорсенс, Ютландия, в которой рассказывается о странном происшествии. Во время шторма на глазах у капитана, совершенно необъяснимо, был ранен один человек. У него на голове появилась рана в 4 дюйма длиной, после чего он упал без сознания на палубе. 23 апреля 1922 года английская People опубликовала корреспонденцию своего репортера из больницы Чаринг-Кросс в Лондоне, а поступившим туда 16 апреля 1922 года, пациенте с ножевой раной на шее. Он пожелал рассказать лишь то, что, свернув с Ковентри-стрит, он получил ножевую рану и упал на тротуар. Через несколько часов в больницу попал второй пациент, получивший такую же рану и рассказавший такую же историю. Наконец, в тот же день, еще один человек непонятным образом был ранен на том же перекрестке. Чарльз Маккей в своей книге «Необычные массовые галлюцинации и коллективные сумасшествия» приводит подробности паники в Париже в марте 1623 года, вызванной приездом розенкрейцеров. Квартал Морэ-де-Тампль вскоре приобрел особенно дурную славу. Здесь никто из горожан не мог считать себя в безопасности. Ни одна девушка или женщина не могла быть спокойна за свою честь. Люди опасались снимать в этом районе жилье, чтобы их не вышвырнули потом оттуда шесть невидимок Ордена Розы и Креста. 26 сентября 1923 года английская Daily Mail с юмором писала, что в Лахоре индийские кули убеждены в существовании «муми-ай». Невидимого существа, который рыщет повсюду и хватает людей средь бела дня. В 1890 году религиозно-философский журнал писал о массовой панике в Японии. Население было уверено, что появился невидимка, наносящий людям раны в шею длиною в один дюйм. Это напоминает нам об истории, приведенной в собрании средневековых валлийских легенд Маббиногион, где Касвалдон, сын Бели, прикрывается волшебной тканью, делающей его невидимым, чтобы расправиться с вождями враждебных ему племен, которые, падая на землю, даже не видели своего убийцу, а только лезвие меча, обретавшее свою материальность лишь за мгновение до рокового удара. В книге «Самое странное» 1962 год Франк Эдвардс подробно пишет о случае с Джимми де Бруином, работавшим на ферме Датун, Южная Африка. Этот человек, казалось, стоял в центре козни нечистой силы. Во время расследования в августе 1960 года, проводившегося полицейским комиссаром Джоном Весселсом и тремя констеблями, все четверо услышали, как двадцатилетний Джимми завопил от боли. Он был одет в шорты, и было видно, как на его ногах появились раны. На следующий день в присутствии двух офицеров полиции на груди Джимми появился глубокий разрез, хотя рубашка осталась цела. Раны возникали в течение нескольких дней к ряду. Они были аккуратными, как будто их сделали бритвой или скальпелем. Все очевидцы в один голос утверждают, что в любом случае сам молодой человек не мог бы их себе нанести. В свое время Форд предположил, что если можно телепортировать различные вещи, то можно и раны спроецировать на других людей. Во всех случаях с врагами-невидимками присутствует одна общая деталь. Раны появляются на теле под одеждой, на которой нет никаких следов проколов. Этот феномен представляется нам продолжением того, о чем пойдет речь в главе «Стигматы». Связь с явлениями, приписываемыми нечистой силе, особенно наглядно проявилась в деле Фелпса. Место действия — Статфорд. Штат Коннектикут. Время действия — 1850 год. События разворачивались в основном вокруг 12-летнего сына Фелпса — Гарри. В своей книге «Призраки и нечистая сила» Сёрстон приводит описание некоторых событий, которые выглядят как чьи-то злонамеренные нападки на ни в чем не повинного мальчугана. На него падают камни, запущенные чьей-то невидимой рукой. Могучая рука поднимает его в воздух и стукает головой о потолок. Однажды его швырнули в цистерну с водой. Как-то раз на глазах оторопевших очевидцев невидимая сила подвесила его на ветви дерева, а затем начала методически рвать его одежду на куски. Вообще невидимки, как свидетельствуют хроники, особенные неприязни испытывают, по-видимому, к детям. Такое впечатление возникает, например, при чтении повествования о чрезвычайных событиях, происходивших с детьми мистера Ричарда Джайла, написанного неким Дурбином 1860 год, где детально описываются случаи разнообразных нападений на детей в этой семье. Причем никто ни разу так и не увидел ни одного из нападавших. Однажды невидимки, например, оставили на лице одного из детей Джайла следы от укуса. В другой раз свидетели видели страшное зрелище. Невидимая рука душила девочку. Шею что-то все сильнее сжимало. При этом работы шейных мышц девочки не было видно. Почти другие дети из этой семьи оказались жертвами невидимок. Их толкали, тянули, били и оплевывали. Однажды в течение одного лишь вечера пятеро свидетелей и видели, как кто-то невидимый двадцать раз кусал их руки. Сами они никоим образом не могли сделать этого, потому что все это время мы неотрывно за ними следили. Осматривая эти укусы, мы нашли в них следы восемнадцати или двадцати зубов. На поверхности ранок была размазана слюна, контуры которой явно указывали на прикосновение чьего-то рта к руке ребенка. Поверхность была вся мокрая, очень мокрая и при этом отвратительно пахла. Словом, нападения нечистой силы случаются куда чаще, чем принято думать. Имеется много сообщений о снайперах-невидимках, чьи пули, как и зубы-призраки, не оставляют никаких следов, кроме ран на шее. Форт упоминает три убийства, при расследовании которых полиции пришлось предположить, что убийцы переодели жертвы, поскольку на их телах были обнаружены огнестрельные раны, тогда как одежда оставалась целой. Самым старым подобным случаем, по нашим данным, является тот, который произошел 2 октября 1875 года в Германии около Берлина. Как пишет журнал Popular Science, один человек услышал свистящий звук, его спутники так его и не услышали, и обнаружил в правой руке сквозную рану, словно проделанную, пробившую ее на вылет пулей. А вот один из известных нам наиболее печальных случаев, связанных с нападением невидимок. В 1761 году пять женщин из Вентимилья, Северная Италия, возвращались домой с вязанками хвороста. Неожиданно одна из них вскрикнула и упала замертво. Ее спутницы пришли в неописуемый ужас при виде представшего перед ними зрелища. Одежда и обувь убитой были изодраны на мелкие клочки и разбросаны вокруг ее тела на расстоянии до 6 футов. На ее голове зияли раны, иные из которых обнажали кости черепа. Мышцы правого бока были распорыты, и внутренности вывалились наружу. Крестец несчастный был раздроблен, большинство внутренних органов расплющено или обескровлено. На животе виднелись многочисленные параллельные разрезы. Плоть с одного из бедер была полностью содрана, обнажив одну из костей малого таза и раздробленную головку берцовой кости, выдернутой силой из своего гнезда. Об этом страшном происшествии было сообщено Французской Академией наук Мураном. В Эннуал Реджистер за 1761 год приводятся его слова о том, что наиболее достойно удивления при этом одно таинственное обстоятельство — одежда, там, где она сохранилась на теле, не была задета предметом, наносившим раны. Все выглядело так, словно женщина явилась центром мгновенного, бесшумного и смертельного взрыва. Невидимые удары Мистер Брогрейв из Хеймела, что возле Пакриджа, Хертфордшир, в молодости однажды ехал по дороге, когда что-то вдруг ударило его по щеке или голове. Молодой человек обернулся, но никого рядом с собой не заметил. Между тем кто-то нанес ему второй удар, и, кажется, еще и третий. Он тут же повернул обратно. Впоследствии он занялся изучением права и стал судьей. Об этом происшествии мне известно от сэра Джона Пенрудека из Комптона Чемберлена, наш сосед, жена которого была племянницей доктора Брогрейва. Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского Необходимо отметить, что в данной главе собраны совершенно несопоставимые случаи. Их подбор носит хаотичный характер и, кроме того, вызывает сомнение и достоверность многих фактов. Случаи массовых паник довольно подробно рассмотрены в комментарии к главе «Массовые видения». Здесь уместно добавить, что речь может идти об эпидемиях слухов, что было типично для прошлых веков, как, впрочем, и для нынешнего времени. Объяснение случаем выстрижения волос в Китае следует искать в политической обстановке в стране в то время. Она подробно освещена, например, в книге Сидихменова, маньчжурские правители Китая, Москва, 1985 год. Пришедшие с севера маньчжурские завоеватели, захватившие китайский престол в 1644 году и правившие до 1912 года, естественно, вызывали к себе ненависть покоренного народа. Китайцев принудили носить косу, которая считалась признаком покорности маньчжурскому императору. Поэтому одной из форм протеста против маньчжурского господства было отрезание косы. В 1895 году китайский революционер-демократ Сунь Яцэн в японском порту Кобе в знак непокорности маньчжурским правителям Астрик Кос. В 1902 году основоположник современной китайской литературы Лу Синь выехал в Японию для продолжения образования. Поступив в университет в Токио, он отрезал косу, этот символ порабощения китайцев маньчжуром. Но далеко не каждый мог решиться на такой открытый протест. За годы маньчжурского правления десятки тысяч людей были убиты за отказ носить косу. И чтобы не лишиться головы, приходилось ссылаться на вмешательство духов, неведомых сил. Это оказывалось гораздо безопаснее. А вот аналогичные случаи в Лондоне, вероятнее всего, самая настоящая эпидемия слухов. Кстати, интересно рассмотреть вопрос, почему эти слухи относятся именно к случаям лишения волос. Этнографам известно, что у многих народов, мертвым частям тела, волосам, ногтям, когда-то придавалось мистическое значение. Возможно, это объясняется казавшимся странным древним людям сочетанием живого и мертвого в человеке. Неслучайно и для колдовских ритуалов важными были именно ногти и волосы врагов. Поэтому случаи лишения волос приписывали действию потусторонних сил. И другие описываемые происшествия объясняются, конечно, не происками нечистой силы. Для того, чтобы получить ранение во время шторма, совсем не требуется помощь невидимок. Сильным ветром могло оторвать кусок обшивки или какую-то деталь с острыми краями, которые и поранило человек. Надо сказать, что дети очень подвержены внушениям. Под влиянием рассказов взрослых им вполне реально может казаться, что их дергают за волосы, толкают. При сотрясении мозга иногда бывает частичная потеря памяти. Если забываются предшествующие события, то это ретроградная амнезия. Ретроградная амнезия для врача является характерным признаком сотрясения мозга, например, при падении. Вполне вероятно, что в случаях нанесения ножевых ран пострадавший при падении получил сотрясение мозга и не помнил о напавшем. Проецирование ран или нанесение их нечистой силой можно объяснить стигматами. Смотри комментарий к главе стигматы, возникающими на нерелигиозной основе. В юридической и медицинской практике известны случаи так называемых обманов воспоминаний. Человек видит результаты действий, а ему кажется, что он наблюдал само событие. Это относится к случаям укусов рук. Во время эпилептических припадков больные, в том числе и дети, кусают себе и даже окружающим руки. Например, этим отличался царевич Дмитрий. Часто кусают себе руки и в состоянии истерии, истерического аффекта. При этом выделяется много слюны, пена. И нет ничего удивительного, что такие состояния в прошлом трактовались с мистических позиций. Наиболее интересен и совершенно необычайен случай, относящийся к гибели женщины в 1761 году. Описание его выходит за рамки традиционного, оно ни на что не похоже. Можно предположить, что в несчастную женщину попал метеорит. При этом она действительно могла оказаться, как говорят авторы в центре, мгновенного, бесшумного и смертельного взрыва. Как бы то ни было, самые невероятные истории всегда имеют естественное объяснение, если они не являются откровенным вымыслом, плодом человеческой фантазии или пораженного мистицизмом воображения. Стигматы В 1837 году в Милане в сборнике «Аннали универсали де медичина», том 84, был опубликован доклад доктора Дэй Клоке о девочке, обследованной им тремя годами ранее, у которой после травматического шока развелась повышенная болевая чувствительность — гиперэстезия. Все ее чувства были обострены настолько, что она постоянно испытывала боль. Ее слепил дневной свет и оглушали звуки. До конца жизни — она умерла в 1848 году — девочка была прикована к постели. В год выхода в свет сборника Дэй Клоке был вновь вызван в местечко Каприано, расположенное в итальянских Альпах, чтобы еще раз осмотреть эту девочку. Доминику Лазари, у которой появились стигматы. Он обнаружил раны на кистях рук, ступнях и боку, а по лбу проходила как бы цепочка проколов. На тыльной стороне ладоней, которые все время были крепко стиснуты, между средним и безымянным пальцами, он заметил черные круглые выступы, напоминавшие почерневшую шляпку гвоздя диаметром около дюйма. На соответствующих местах на ладонях были видны разрезы, лорд Шерезбери, который тоже осматривал девочку, отмечал в письмах 1842 год, что нисколько не сомневается в том, что раны на ее ладонях были сквозными. Убедив Доминику показать то, что постоянно причиняло ей боль, он отчетливо увидел вполне свежие раны, кровь и сыворотку, стекавшие по запястьям. Осмотрев ее ноги, Шерезбери заметил, что вместо того, чтобы нормально стекать вниз, кровь шла по направлению к большим пальцам, и по ним, как будто девочка была распята на кресте. Это любопытное явление, антигравитация, неоднократно повторялось. В книге «Аллис. Путешествие во Францию и Италию» 1849 год рассказывается о посещении Доминики автором и двумя его спутниками. Один из них, Винн, писал. Доктор осматривал не менее ста раз ее ноги, на которых имеются такие же метки, как и на руках. Мы видели, что кровь течет в сторону пальцев ног, точно так же, как и вверх, к кончику носа. У Доминики, как и у многих других стигматиков, кровь шла каждую пятницу. Одиннадцать лет она страдала от болезненных стигматов, и за это время никто не заметил никаких признаков обмана. Напротив, у всех, кто ее видел, возникало впечатление, что она испытывает тяжелые страдания. Состояние гиперэстезии продолжалось. Однажды лорд Шресбери увидел, что ее лицо покрыто кровью, струившаяся со лба из проколов, как будто бы сделанных невидимым терновым венцом. Он писал, что ей не мыли лицо, потому что она не переносила ни воды, ни прикосновения полотенца, и что кровь исчезала как бы сама собой. Первым известным стигматиком был святой Франциск Асиский, у которого раны на теле появились в 1224 году, за два года до смерти. Франциск Асиский, 1181-82, 1226 годы. Итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений. Согласно описанию в трактате о чудесах, авторство приписывается Томусу да Челану. Трактат написан не позднее 1230 года. Они были похожи на выступающие с обеих сторон черные гвозди, как будто конечности были пробиты насквозь настоящими гвоздями, шляпкой и острие которых торчали наружу. Челану пишет, что эти метки долго оставались на теле святого Франциска уже после его смерти, и рисует причудливую картину того, как паломники проходили мимо светящегося и все еще не окоченевшего тела и видели не следы гвоздей, а сами гвозди, состоявшие из его плоти и сохранявшие цвет железа, чудесно выкованного силой бога, вставленного в его плоть так, что если на них надавить с одной стороны, они тут же выдвигаются с другой, как будто состоят из одного целого сухожилия. В книге Бонавентуры «Малая легенда» до 1274 года, где приводятся дополнительные подробности о выступающих костриях, отмечается, что они были загнуты и выступали так сильно, что ступни ног едва можно было ставить на землю. Бонавентура Джованни Фиданса 1221-1274 годы Философ-мистик, теолог, глава францисканского ордена, «Кардинал». Мы бы, вероятно, усомнились в этом, если бы нам не было ничего известно о том, что у Доминики Лаззари также были твердые черные, напоминающие гвоздь образования, хотя они и не выступали столь сильно. Один из присутствовавших на церемонии причисления Джованны Бономи, умерла в 1670 году, Клику Блаженных писал, что плоть на ее руках выступала как шляпка гвоздя. Хотя явление, называемое божественным символом обручения, не совсем похоже на обычные формы стигматов, оно должно быть связано с аналогичными психогенными процессами. Речь идет об обручальном кольце, появляющемся на соответствующем пальце и принимающем разные формы, ярко-красной линии толстого рубца на коже или углублении вокруг пальца. В заключительной статье Оуэна в книге «Человек. Миф и магия» говорится, что всего было по меньшей мере 300 случаев стигматов. Отец Герберт Сёрстон, являющийся наиболее авторитетным знатоком, считает, что их было намного больше, поскольку многие искренние и глубоко верующие люди, у которых появлялись стигматы, предпочитали скрывать их и страдать с молитвой на устах от боли, чтобы не вызывать любопытство. В своей книге «Физические проявления мистицизма» он приводит 50 примеров, которые были выбраны им как подтвержденные документально. Настойчивее, чем все остальные авторы, отец Сёрстон призывал осторожно применять слово «истерия» для объяснения стигматов. К сожалению, данное слово имеет много дополнительных, вводящих в заблуждение оттенков, подразумевающих неуправляемые эмоциональные вспышки, характеризующиеся безудержной яростью. В клиническом смысле истерические расстройства происходят не только с явными неврастенниками, неуравновешенными, слабовольными людьми или патологическими лгунами. Записи наблюдений за многими известными стигматиками расходятся с точкой зрения Роклиффа «Психология оккультизма» 1952 год, о том, что единственно подлинными стигматами являются, как он полагает, топоалгические галлюцинации, то есть локальная боль без видимых повреждений, и что все остальное — смесь обмана, доверчивости, заблуждений или специального члена вредительства во время истерико-эпилептических приступов и последующей амнезии. Безупречные отчеты о страданиях святой Терезы Авильской, падре Пио и других стигматиков, у которых не отмечалось никаких явных симптомов истерии, явно указывают на то, что так называемый «сугестивный невроз» не был чужд людям особой святости. Кроме того, отец Сёрстон указывал, что стигмы не всегда являются следствием чрезмерного фанатизма или одержимости страданиями Христа, как, например, в случае с Доминикой и Пальма Моторелли 1825-1882 годы. Ни одна известная нам теория стигматизации не выдерживает проверки и не может объяснить всех чрезвычайно разнообразных случаев. Очевидно, это явление связано с психогенными процессами. На этой основе были построены многие экспериментальные попытки воспроизвести стигматы с помощью гипноза. В 1933 году вышла работа доктора Альфреда Лёхлера «Загадка Коннер Стройта», где он, используя результаты опытов с австрийской девочкой, попытался объяснить стигматы Терезы Нойман. Во время сеансов гипноза Лёхлер вызывал у нее все классические формы стигматов, в том числе кровавый пот, кровавые слезы, терновый венец и распухшее плечо от воображаемого несения креста. Однако, несмотря на эти результаты и другие менее впечатляющие эксперименты, искусственно вызванные стигматы намного уступают спонтанным естественным стигматам по интенсивности, стойкости и четкости. Раны имеют различные формы, начиная от небольших красных, некровоточащих пятен и кончая глубокими и, в отдельных случаях, сквозными отверстиями, как, например, у Доминики или святой Марии Фрэнсис «Пять ран» 1715-1791 годы, о которые ее исповедник писал, «Так же, как и апостол святой Фома, я просовывал палец в раны на ее руках. Отверстие было сквозным, так как указательный палец встретился с большим с другой стороны. Форма ран разнообразна. Иногда они круглые, иногда это прямые разрезы, однако отмечались и прямоугольные, и овальные, и продолговатые. В одних случаях шляпки гвоздей якобы появлялись на ладонях, в других — на тыльной стороне кисти или на ноге. На правом же и на левом боку появлялись копьевые раны, также различных форм, начиная от глубоких разрезов и отверстий и кончая кровоточащим по краям крестообразным рубцом, который образовался на левом боку падре Пио. У Екатерины Эмерих 1744-1824 годы на груди появилась своеобразная рана в форме буквы «В» латинской, напоминавшая крест, который она видела, будучи ребенком, в церкви Косфельд. У Джеммы Гальгани 1878-1903 были кровоточащие следы бичевания, идентичные со следами, изображенными на большом распятии, перед которым она часто молилась. Можно предположить, что это таинственное явление связано с другими описываемыми в книге феноменами, которые могут быть лишь различными проявлениями одних и тех же сил. Например, мы можем отметить неожиданное появление на теле человека изображений, о чем говорится в главе «Таинственные изображения» или «ран у людей и животных» глава «Невидимые враги». Как отмечал Форд, это явление также связано с наблюдавшимся выпадением жидкости или ее истечением из невидимых источников. Он выдвинул предположение, что раны могут телепортироваться как на тела, так и на статуи. Независимо от приемлемости или неприемлемости всех этих теорий, результаты рассматриваемого явления указывают на то, что происходит некий процесс, сходный с телепортацией Форд. У Джеммы стигмат начинал появляться в форме красных отметин. Под кожей было видно, как медленно образуется язва, затем кожа лопалась и открывалась полость, наполненная свернувшейся и свежей кровью. Это повторялось каждую пятницу, а к воскресенью рана полностью заживала. В религиозно-философском журнале от 17 мая 1890 года сообщалось о панике в Японии, где среди бела дня на коже людей появлялись разрезы размером в дюйм. Другая разновидность эффекта стигматов состоит в том, что раны появляются внутри. На хранящемся в качестве реликвии Вальба де Тормес, сердце святой Терезы, имеется след горизонтального надреза, соответствующий ее представлению о том, что ее пронзило огненное золотое копье. Можно было бы не принимать этого внимания, если бы не случай с Екатериной Савелли, у которой стигматы образовались в 1659 году во время причастия под воздействием пяти лучей, блеснувших из гостей. После ее смерти в 1691 году в присутствии духовенства два хирурга произвели вскрытие и обнаружили на ее сердце старую рану. На сердце блаженного Карла Сецейского, умер в 1671 году, исследованного после его смерти по распоряжению папы римского, были тоже обнаружены сквозная рана, а также отпечаток распятия и вбитого в него гвоздя длиной в 4-5 дюймов. Это же сообщается в работе Анбергур-Бейра «Стигматизация» 1894 год, в которой приводятся выдержки из письменных показаний, подписанных хирургами, производившими вскрытие. Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского Что такое «Стигматы»? Это слово, вероятно, происходит от древнегреческого «стигма» в переводе «укол-пятно». Так называли метку или клеймо на теле раба или преступника. Иисус Христос, по преданию, был распят на кресте. В античные времена это была казнь для рабов и преступников. Руки и ноги его были прибиты гвоздями, на голову надет терновый венец, венок из очень колючего кустарника терна, а один из римских солдат-легионеров ударил его в грудь копьем. И когда у некоторых верующих появляются на теле символы страданий Бога, язвы и кровоточащие раны на указанных местах, их называют «стигматами». В прошлом веке Бельгийская академия наук создала специальную комиссию для наблюдения за «стигматами», возникавшими в Страстную пятницу у девушки по имени Луиза Лата. Чтобы исключить обман, одну из рук девушки накануне этого дня тщательно забинтовали и опечатали. Когда в воскресенье сняли повязку, на руке обнаружили кровоточащую язву. Почему же, как и при каких условиях появляются стигматы? Дело в том, что это явление, возникающее под действием внушения, точнее самовнушения. Сегодня установлено, что многие вегетативные функции организма, те, которые обычно не подчиняются воле и желаниям человека, зависят от психического состояния людей, их индивидуальной способности к внушению. Для иллюстрации приведем простые примеры. Во Франции мясо лягушек считается деликатесом, его с удовольствием едят. Но у людей многих других наций блюдо из этих земноводных восторга не вызывает. Как не вспомнить прекрасную сцену с дедом-щукарем из поднятой целины? Он, сварив по нечаянности лягушку, пытался объявить ее «вустрицей». Но даже это не помогло, и реакция окружающих была единодушной. Досталось же деду. Мусульмане не едят свинину, европейцы – конину. Это связано с вековыми традициями народа, с какими-то общепринятыми обычаями, религиозными предписаниями. Другой широко известный факт – появление ожога от прикладывания холодного предмета. Но для этого требуется одно обязательное условие – человек должен быть под гипнозом или в состоянии сильнейшего нервного потрясения. Недаром первыми обнаружили это явление инквизиторы во время пыток. В наши дни французский врач Шерток проводил строго контролированные медицинские исследования этого явления. Результаты опубликованы в его книге «Непознанное в психике человека», вышедшей в 1982 году на русском языке. Интересно, что иногда под влиянием внушения человек даже стремился сам себе нанести повреждения, напоминающие ожог, ногтями, иглой через повязку, чтобы выполнить внушенное – это в случае, если не было очевидных результатов после сеанса гипноза. Причем был выяснен еще один любопытный факт. Под действием внушения возникали ожоги только первой и второй степени, покраснение кожи волдыри. А вот ожоги, при которых происходит обугливание или сгорание ткани от действия огня, в результате чего остаются рубцы на коже, третья степень, никаким внушением не могут быть вызваны. Еще такой факт. Были случаи, когда на глазах матери избивали ее ребенка, и у нее на спине вздувались синие рубцы, словно от ударов. Но, по сути своей, это были не настоящие синяки. Повреждения ткани не было, не появлялся гемосидирин — вещество, образующееся в кровоподтеке и окрашивающее его в синий цвет. А имитировали эти рубцы вздувшиеся вены. Синяя венозная кровь просвечивала через кожу и создавала полную иллюзию следов побоев. Но вот откуда организм знает, что именно так должны выглядеть следы ударов и, как он догадался заменить их расширением вен, пока еще загадка. Существует несколько гипотез, объясняющих это явление. Сводятся они к тому, что можно внушить то, что воспринимается эмоционально. Если просто говорить человеку «будет ожог», «сердцебиение» и тому подобное, ничего не произойдет. Но когда есть ожидание чуда, вера, эмоциональная взволнованность, настроенность, тогда возможно внушение. В мозгу человека, как, впрочем, и у животных, есть область, вырабатывающая эмоции, так называемая лимбическая система. Она тесно связана с гипоталамической областью, отвечающей за вегетативные функции. Именно благодаря совместной работе этих двух областей мы краснеем и потеем, когда жарко, покрываемся гусиной кожей и бледнеем, когда холодно. И когда гипнотизер говорит «вам жарко», пациент начинает краснеть, потеет, расстегивает одежду. Кстати, внушение удается лучше, когда рисуется как бы зрительная, чувственная картинка. Но благодаря связи лимбической и гипоталамической областей мы краснеем не только, когда нам жарко, но и когда смущены, бледнеем, когда испуганы и тому подобное. Известно, что в мозгу человека имеется также центр, способствующий выработке веществ, влияющих на свертываемость крови. По свидетельству очевидцев, Григорий Распутин мог останавливать кровотечение у наследника престола, страдавшего наследственной болезнью несвертываемости крови. Причем Распутину порой было достаточно прислать крестик с запиской, который следовало положить под подушку ребенка. Объясняется это сильным эмоциональным воздействием Распутина на психику мальчика, обусловленном всем образом жизни царской семьи. Первая встреча с Распутиным произвела на мальчика очень сильное впечатление. Он плакал, боялся его. Мистически настроенная, внушаемая, истеричная мать легко начинала верить, и ее вера передавалась ребенку. Но если можно воздействием внушения останавливать кровотечение, то почему нельзя их вызывать? В медицинской практике зафиксированы случаи истерических кровавых рвот, хотя никаких органических изменений в органах не было найдено. Шарко, крупнейший психоневролог прошлого века, считал, что с помощью гипноза можно вызвать у людей те состояния, которые у натур склонных к истерии проявляются самопроизвольно. Паралич, слепота, кожные заболевания неинфекционного типа — они-то, кстати, и поддавались излечению святыми. Эмоциональные переживания, особенно у женщин, часто сопровождаются нарушением работы желез внутренней секреции, гормонального равновесия. И у экзальтированной, способной к сопереживанию женщины, может, причем даже без ее осознанного желания, возникнуть модель состояния Христа — его страданий. Как результат — язвы, раны. Может это произойти и тогда, когда человек чего-то не хочет, боится — современные болезни сердца невротического характера. Впечатлительный ребенок мог услышать разговор взрослых, и у него непроизвольно, на бессознательном уровне, может произойти трансформация страха перед услышанным в физические проявления — рвота при виде продукта, о котором услышал что-то неприятное, кровоточащие раны в тех же местах, что и у Христа и т.д. Что касается божественного символа обручения, механизм его возникновения тот же, что и у внушенного ожога. Но просто для данной женщины этот символ почему-то имел большой субъективный смысл, обладал высшей значимостью. Раны на сердце, обнаруженные хирургами после смерти святых — не последствия ли это перенесенных инфарктов? На инфаркт косвенно указывают слова святой Терезы о том, что ее пронзило огненное золотое копье. Ведь боль, возникающую при этом поражение сердца, не зря зовут кинжальной, острой. Отпечаток распятия на сердце блаженного Карла Сицейского также похож на последствия инфаркта, рубцы от которого случайно могли принять форму, напоминающую крест. И опять же надо учитывать, что хирурги того времени непроизвольно находились под влиянием бессознательной установки «увидеть божественный знак». Современных свидетельств о возникновении напоминающих гвозди образований нет. Но можно предположить, что это результат иллюзий, так называемых галлюцинаций в бодрствующем состоянии, возникающих, когда человек готов увидеть нечто для него эмоционально значимое, тем более сверхъестественное. Эти иллюзии, а порой, может быть, и галлюцинации, обусловлены ожиданием чуда у смотрящих. Тем более, что во времена, к которым относятся приведенные примеры, был велик религиозный настрой, и вероятность их возникновения была больше, а направленность ожиданий установка была более единообразной. Кстати, подобное явление, не связанное с религией, встречается и сегодня. С ними особенно часто сталкиваются криминалисты при разборе свидетельских показаний. В заключении можно привести слова Ивана Петровича Павлова. Раз точный исторический факт, что христианские мученики не только терпеливо переносили, но и с радостью шли на мучения и умирали с хвалой тому, во имя которого они собой жертвовали, то перед нами яркое доказательство силы внушения. При доказанной широкой возможности влияния коры на процессы организма с физиологической точки зрения легко могут быть поняты произведенные путем внушения и самовнушения частичные нарушения целости организма при посредстве также теперь доказанной трофической интервации. Язвы Массовые видения Иногда людей посещают видения. Человечество достаточно часто сталкивалось с этим явлением, которое еще не получило исчерпывающего рационального объяснения. В книге Париша «Галлюцинации и иллюзии» 1897 год рассматривается известный случай видения. Через несколько дней после смерти судового кока члены экипажа одного находившегося в море судна увидели и безошибочно узнали силуэт кока, который, хромая — одна нога у него была короче другой — шел к ним по воде. Когда видение приблизилось, оно неожиданно превратилось в кучу плававших обломков, оставшихся после кораблекрушения. Париш предположил, что сначала кто-то один подумал, размышляя о потере друга, что видит его, и, поделившись об этом с другими, внушил им это предположение. Как считал Париш, это могло послужить объяснением того, как возникают привидения. Но не все можно объяснить так легко. Многие газеты сообщали о видении, свидетелями которого стали во время Пасхи 1974 года аббат Кокана и тридцать прихожан в Костельно-де-Гер во Франции. Поднимаясь с колен, аббат, находившийся у алтаря, увидел на белом полотенце, покрывавшем дароносицу с хлебом для святого причастия, лик Господа нашего. На его крик паства хлынула к алтарю и тоже увидела лик Христа. По словам аббата, правый глаз Христа был закрыт, а левый — открыт. Нос распух и посинел, была заметна гримаса боли. Одни видели слезы, а другие — терновый венец. Минут через пятнадцать аббат снял полотенце, чтобы продолжать службу, и видение прекратилось. В книге «Призрачные образы» 1930 год профессор Йенш попытался объяснить случаи оживших статуи и картин. Он утверждал, что речь шла об устойчивых зрительных образах, которые накладываются на нормальное зрение. Пытаясь объяснить массовые галлюцинации, в отношении которых не существует никаких определенных предположений, некоторые авторы выдвигали теорию телепатического контакта. Согласно ее первоначальному варианту, изложенному в книге Кроу «Таинственные стороны природы» 1854 год, зритель, воспринимающий видение, может, установив контакт с другими членами группы, заставить и других заметить это видение. В главе «Невосприимчивость к огню и хождение по углям» отмечается, что аналогичную роль играет маг, который руководит церемонией хождения по раскаленным углям и на некоторое время создает реальность иного порядка. В книге «Загадочный мир» Джон Гудвин говорит, что, по его убеждению, индийский фокус с канатом — это не что иное, как обман, и предлагает свое объяснение этого трюка. Но можно привести опубликованные в книге Андрея Пухарича «По ту сторону телепатии» наблюдения двух исследователей-психологов, которые видели этот фокус вместе с сотнями других зрителей. Фокус заключается в том, что вверх по канату залезает мальчик. За ним с ножом в руке влезает фокусник, и оба они исчезают где-то наверху. Слышны крики, и потом на землю градом падают разрезанные на куски части тела. Фокусник спускается с окровавленным ножом, складывает куски в ящик, и потом из него выскакивает улыбающийся мальчик. На некоторых представлениях зритель видит собаку, которая пытается утащить ногу или руку, но ее заставляют вернуть добычу. Психологи также видели, как, собрав части мальчика в корзину, фокусник поднимался с ней по канату и спускался с живым мальчиком. Просмотрев это представление, отснятое на кинопленке, они были поражены. На экране факир и мальчик все время безразлично стояли подли веревки, свернутые кольцом на земле. Весь спектакль оказался воображаемым. Пухарич делает вывод, что галлюцинация возникла у факира, она была телепатически возбуждена и передана нескольким сотням зрителей. В 1934 году этот фокус был дважды повторен в Лондоне, причем второй сеанс организаторы сняли скрытыми кинокамерами. На проявленной пленке был виден лежащий на земле канат и удирающий в сторону кустов мальчик. Присутствовавшие зрители стали свидетелями события, которого в реальности не было. В 1980 году Уильям Сибрук описал в журнале «Ladies Home Journal» вариант этого фокуса, который он видел в Западной Африке. Рядом со мной находилось два живых ребенка, которых я мог потрогать руками. На таком же расстоянии от меня находилось двое мужчин, вооруженных стальными трехгранными острыми клинками. Дальше было то, что я видел собственными глазами. Однако ниже вы поймете, почему я говорю об этом с неохотой, и почему я не понимаю, что означает слово «видеть». Оба фокусника крепко держали клинки в левой руке острием вверх и, подбросив детей высоко в воздух, поймали их на эти острия. Крови не было. Зрители закричали и упали на колени. Одни закрыли глаза руками, другие оставались на земле без движения. Фокусники прошли сквозь толпу, каждый из них нес над головой ребенка, наколотого на клинок, и скрылись в жилище колдуна. Позже Сибрук видел и ощупывал детей, которым это испытание не причинило никакого вреда. Фокус оказался иллюзией, продемонстрированной зрителям, которые не могли поверить своим глазам. Одним из интересных примеров этого явления являются видения Святой Девы Марии в 1858 году в Лурде, Франция, и в 1917 году в Фатиме, Португалия, где три девочки видели лучезарную деву и говорили с ней. Видение Девы распространилось на толпу возбужденных местных жителей и стало знамением необычайных событий. Вечером 17 января 1781 года во французской деревушке Понман двое братьев увидели на небе улыбавшуюся деву, парившую над крышей соседнего дома на высоте 25 футов. Их родители и сосед ничего не видели. Однако еще дважды, после окончания рабочего дня и после ужина, мальчики говорили, что видели в небе то же самое видение, которое не менялось в течение часа или около того. Авторы приводят это сообщение и иллюстрацию к нему по переизданной в 1971 году статье «Что произошло в Понмане», написанной очевидцем этого события Аббатом Ришаром. После ужина возбужденные крики мальчиков привлекли внимание соседей, которые ничего не увидели. Мальчики показывали на равносторонний треугольник, образованный тремя яркими звездами, одной находившейся над головой девы и другими около ее локтей. Люди в толпе видели только эти звезды и больше ничего, причем любопытно отметить, что, как утверждалось, эти звезды никогда больше не появлялись. Подходивших к толпе детей просили описать, как они видели, причем им не разрешали ни с кем разговаривать. Трое слово в слово описали видение, явившееся братьям. Затем видение стало меняться, и мальчики, уже разъединенные взрослыми, каждый сам по себе одновременно выкрикивали комментарии. Под ногами девы развернулось белое полотнище, и одна за другой замигали буквы, которые дети в один голос стали читать. Первое предложение гласило «Молитесь, дети мои, и Бог услышит вашу молитву». Когда дети закричали от восторга и красоты видения, буквы стали пропадать. Во второй строке появились слова «Мой сын внемлет». Присутствовавшая монашка заметила «Это непонятно» и попросила детей читать внимательнее, сказав, что должны были быть слова «Мой сын томится». Несколько раз подряд дети повторили по буквам то, что они видели. Затем предложение появилось полностью «Мой сын внемлет страданием». В конце концов, белое облачко, появившееся у ног девы, поднялось и заслонило видение, а голубой овал и звезды постепенно исчезли. Все это продолжалось морозным вечером с 17.30 до 20.45. Некоторые видения, смотрите голову, призрачные небесные армии, являются предзнаменованиями. Видение в Понмане произошло в тот самый вечер, когда около расположенного неподалеку Лаваля было остановлено наступление прусской армии и несколько дней спустя подписано перемирие. Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского. Когда и как возникают массовые видения? Современная психология достаточно хорошо изучила это явление. Зрительные галлюцинации настолько хорошо воспроизводятся под гипнозом, что возможность их возникновения не вызывает сомнений. Но для успеха внушения необходима готовность к нему, или говоря современным языком, психологическая установка. Учение об этом разработано в нашей стране грузинской психологической школы, возглавлявшейся Узнадзе. Он писал, что при наличии потребности и ситуации ее удовлетворения в субъекте возникает специфическое состояние, которое можно охарактеризовать как склонность, как направленность, как готовность к совершению акта, могущего удовлетворить эту потребность. Надо сказать, что всякого рода установки сплошь и рядом направляют наше поведение. Причем иногда они заставляют нас видеть совсем не то, что есть на самом деле. Например, в одной школе был проведен такой эксперимент. Учитель перед уроком договорился со всеми учениками, кроме одного, что они будут утверждать линии, которые на самом деле разной длины равны. Сначала этот один ученик недоумевал, пытался убедить остальных, что отрезки разные, но постепенно под влиянием общего мнения он согласился и действительно начал видеть, что отрезки равны по длине. Такое поведение, когда человек бессознательно подчиняется мнению окружающих, называется внушаемостью. Оно проявляется в представлениях, эмоциях, ощущениях, действиях. Крайность — это безинициативность, пассивность, некритичность. В большей или меньшей степени все мы внушаемы. С 50-х годов нашего века эту область человеческих отношений стали внимательно изучать психологи и социологи. Выяснилось, что подверженность человека настроениям окружающих зависит от многих факторов. В первую очередь, от свойств личности. Степени внушаемости, устойчивости самооценок, уровня самоуважения, интеллекта, потребности в одобрении окружающих. У детей внушаемость гораздо выше, чем у взрослых. У женщин выше, чем у мужчин. Кроме того, имеет значение отношение человека к окружающим, как он воспринимает свое положение среди них, их значимость для него, насколько ему позволено отличаться от всех и так далее. Примером очень высокой коллективной внушаемости является паника, охватывающая огромные массы людей. Это хорошо описал Виктор Гюго в романе «Отверженное». Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно. За криками «Измена!» последовало «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобно «Оттепели». Все оседает, дает трещину, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Люди давят, теснят друг друга, вступают по живым и мертвым, несметные толпы наводняют дороги. Нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, царит один невообразимый ужас. Такое возможно тогда, когда люди проникнуты общим настроением и чувствами. И тогда достаточно появиться искре, чтобы вспыхнул все сметающий пожар. Особенно это характерно для периодов религиозных подъемов в истории человечества. Например, Бехтерев рассказывал, как во время одного религиозного праздника в Сарове богомольцы вдруг начали видеть на дне заброшенного колодца святого, отца Серафима. Причем некоторые даже замечали движение руки. Продолжалось это до тех пор, пока не подошла одна богомолка, не знавшая о чуде. И она сказала, что на дне ничего, кроме мусора и камней, нет. И тут видение, массовая галлюцинация, мгновенно кончилось, и все стали видеть только камни и мусор. Случай на корабле с коком. Именно высокая внушаемость и подражательное поведение лежат в основе многочисленных психических эпидемий в период от Средневековья до XIX столетия. В наше время, когда нет такой глобальной веры, нет установки на деятельность нечистой силы, нет и веры во вселение дьявола, всеобщее отравление, порчу и тому подобное. Нередко очагами подобных эпидемий были монастыри, где долгими постами и изнурениями люди доводили себя до экзальтации психозов, нервных расстройств. Мания плясок, распространившаяся в Средневековой Италии, названа тарантизмом. Возникла она под влиянием ошибочного представления, что укус ядовитого паука-тарантула, обитающего в Италии, обезвреживается танцами. Позднее эти танцы получили название тарантеллы. Тарантизм распространился и на другие государства, Германию, Нидерланды. Огромное количество людей бросали работу, домашние дела, чтобы участвовать в неистовой пляске. В дореволюционной России существовала несколько иная форма психической эпидемии — кликушество. Люди, впадавшие в истерическую одержимость, были уверены, что на них или их близких напущена порча. Они бились в судорогах, издавали бессмысленные звуки, всхлипывали, подражали голосам животных, лаяли, куковали и кали, выкликали имена лиц, якобы наславших порчу, поэтому и кликуши. В основном это были темные, замученные тяжелой жизнью крестьянки, психика которых не выдерживала тягот жизни. Достаточно было появиться в деревне одной кликуше, как вскоре их были уже десятки. Каков же механизм возникновения всех этих явлений? Внушаемость — свойство чисто человеческое. Но зачатки его можно наблюдать и у животных. Все не раз слышали, стоит закричать одной птице в стае. Как почти всегда, другие тут же подхватывают. И вот уже, например, каркает целая стая ворон. Или бежит стадо оленей. Но вдруг вожак резко поворачивает, и все стадо, как один, делает то же самое. Стайка рыб, порой вдруг как по мановению волшебной палочки, вся разом уходит на глубину. В основе такого поведения лежит рефлекс, повторять движения вожака, друг друга. Это способствует выживаемости вида. Испуг и реакции на него передаются всем мгновенно, без критической оценки, а значит, повышается вероятность спасения. Когда люди находятся в толпе, у каждого обычно пропадает ощущение самостоятельности, пробуждается рефлекс подражания, возникает своеобразное взаимное заражение. В результате создается общее эмоциональное состояние. Оно передается мимикой, движениями, выражением глаз, ритмом дыхания и так далее, и воспринимается часто на так называемом субсенсорном уровне, когда впечатление не достигает уровня сознания. Например, мы порой не можем объяснить, как определили, что вошедший человек взволнован, встревожен, испуган. У некоторых людей это проявляется в чрезмерной неподвижности лица, у других — в приспущенности век, застывшем взгляде. Проводился, например, такой эксперимент. Группе мужчин показывали две фотографии одной и той же женщины и просили определить, на какой из них она более красива. Поза, прическа и все остальное было одинаковым. Но на одной фотографии женщину сфотографировали после того, как ей в глаза закапали атропин, лекарство, расширяющее зрачки. И именно эту фотографию выбрало большинство мужчин, как более красивую, хотя объяснить, почему, не могли. Есть мнение, согласно которому мы ощущаем настроение других якобы благодаря испусканию человеческим телом каких-то лучей или полей, природа которых не изучена. Хотя нет веских доказательств, как за, так против их существования, в науке накоплено уже достаточно фактов неосознанного влияния и восприятия языка, тела, голоса, мимики, которые мы улавливаем обычными органами чувств и которые рассказывают или передают состояние других людей. В случае введения кока надо еще учитывать фактор длительной изоляции моряков и пассажиров. При этом возникает так называемая сенсорная депривация, бедность впечатлений. В этих условиях обнаруживается повышенная склонность к обманам чувств. Пример, ставший классическим в современной психологии, когда космонавты, готовившиеся к длительным полетам, находились продолжительное время в изолированном помещении, то у самых здоровых людей возникали галлюцинации, невротические состояния. Существует свидетельство, что заключенные в одиночных камерах часто слышат голоса, видят людей. Прикосновения в передаче видений играют вспомогательную роль. Если есть предварительный настрой на что-либо, то люди впадают в своеобразное гипнотическое состояние. Вызываться оно может разными способами, в том числе и прикосновениями. Описанные в главе видения Девы Марии только детьми подтверждают большую, чем у взрослых, податливость детской психики. Но при этом надо делать поправку на показания очевидцев. Ведь ничего не сказано. Да никто и не спрашивал, конечно, были ли дети вместе перед видением. «Может быть, они говорили как раз о чем-то подобном?» Возможно, именно поэтому Деву видели только пять ребят. «Слова о том, что им не разрешали говорить между собой, ничего не доказывают. Ведь невозможно представить себе толпу, стоящую совершенно молча, без обмена впечатлениями, то есть соблюдающие условия строгого эксперимента. Монашка ведь даже подсказывала, какие слова должны были быть увидены». Но предварительная бессознательная установка ребят была именно на те слова, что они прочитали. Кстати, это свидетельствует о нечетком усвоении детьми религиозных писаний. А если взять наших современных детей, то они никогда не увидят ничего подобного, поскольку не знают, как выглядит Дева Мария, а тем более не знают слов священного писания. Звезды, образовавшие треугольник на небе. С подобным мы все сталкивались и не раз. Вы смотрите на пятно, оно вам напоминает профиль человека. Но вот вы отвернулись, отвлеклись, а потом уже видите только пятно и больше ничего. Астроном видит на небе созвездия, а вы, если не сильны в астрономии, наблюдаете всего лишь беспорядочную россыпь звезд. Если вам четко укажут звезды, образующие, например, созвездие Большой Медведицы, вы его увидите. Но завтра, не помня точно расположение звезд, можете ее и не найти на небе, хотя она там точно есть. Так же и с тремя виденными и больше не появлявшимися звездами. Видение и дома-миражи Существует немало историй о людях, временно посетивших другие миры или побывавших в иной реальности, а потом вернувшихся, чтобы поведать об увиденном. Некоторым, однако, вовсе не обязательно было совершать длительные путешествия, чтобы познакомиться с другими мирами. Эти миры опускались прямо на них, там, где они находились, как это случилось, скажем, с Эммануэлем Сведенборгом во время одной его прогулки по улицам Стокгольма, когда он вдруг увидел прямо перед собой рощи, реки, дворцы и множество людей. Сведенборг Эммануэль 1688-1772 Шведский философ Создатель теусовского учения о потусторонней жизни и поведении бесплотных духов Одним из самых известных примеров призрачных видений является Версальское приключение мисс Моберли и мисс Джордан 10 августа 1901 года девушки посетили сады Малого Трианона в Версале. Во время своей прогулки они, к немалому своему удивлению, заметили множество людей, одетых в костюмы времен Марии Антуанетты. Свои впечатления они описали в книге «Приключения», опубликованной в 1911 году. Книга подверглась тщательному анализу с целью датировки их видения. Общее мнение исследователей этого события сводится к тому, что девушки заглянули в Трианон между 1770 и 1774 годами. Их путешествие в прошлое сопровождалось чувством одиночества и подавленности. Одна из девушек рассказала следующее. Я почувствовала, что бреду как во сне. Это состояние тяжелой дремоты было угнетающим. Интересно, что видели не только они, но и их. Дважды они обращались с вопросами и получали ответы, как пройти к Малому Трианону. Но, насколько нам известно, никто из живших в XVIII веке не оставлял записок свидетельств встречи с двумя эксцентрично одетыми английскими леди в Малом Трианоне. Возможно, мисс Моберли и мисс Джордан телепатическим образом разделили то же самое видение, находясь в состоянии транса. Более современный пример содержится в собрании всякого рода странных происшествий, составителем которого является Кэслин Уилтшир «Духи и легенды Уилтширского края» 1973 год. Факты, приведенные в книге, были предоставлены в ее распоряжение институтом женских проблем этого графства. В 1930-х годах миссис Эдна Хеджес, которая была тогда молодой девушкой, ехала на велосипеде к своей подруге по Эрмай-стрит, римской дороге в окрестностях Суиндена. Началась гроза, и когда Эдна увидела крытый соломый домик у маленькой тропинки возле дороги, она решила попросить там укрытие, так как заметила, что из трубы вьется дымок. На стук вышел пожилой мужчина, высокий и широкоплечий. Он жестом пригласил ее следовать за ним. Эдна описывает темные комнаты с низкими потолками, яркий огонь в камине, и вспоминает о том, что больше всего ее поразило полное безмолвие в доме. Не слышно было даже шума, разыгравшаяся к тому времени грозы. Что касается старика хозяина дома, то он не произносил ни слова, а только стоял и молча улыбался. Потом, совершенно неожиданно, миссис Хеджес обнаружила, что она снова едет на велосипеде по той же дороге. Как это не поразительно, но она совершенно не помнила, при каких обстоятельствах она ушла из домика у дороги. У подруги находилось несколько человек, приехавших по той же дороге, что и Эдна, и вымокших под дождем. Они удивились, как это так, ведь она тоже ехала под дождем, а вся сухая. Тогда она рассказала им свою странную историю. В ответ ей заявили, что такого домика в указанном месте нет. Есть только заброшенная развалюха, в которой вот уже лет пятьдесят никто не живет. Некоторое время спустя миссис Хеджес отправилась по той же дороге, чтобы взглянуть на свой домик. Она нашла его запущенным, необитаемым, а окружающий сад заросшим и диким. Она заявила, что не может объяснить случившегося, но настаивала. Все это произошло с ней на самом деле. Джанет Борт приводит в Ньюс несколько случаев видений домов-миражей в лесу возле Хейтера в Девоне, о чем сообщается в книге «Колдовство и фольклор в Датмуре». 1973 год. Написанный Рут Сент-Легер Гордон. Приезжий, гуляя по тропинке на опушке нашего леса, восторгался однажды вечером видом чудесного домика, видневшегося в лесу среди деревьев. Когда позже он рассказывал, как ему понравился этот дом, владелец имения изумился, никакого домика в его лесу нет. Приезжий вновь вернулся туда, где был накануне. Домика в лесу не было. Вскоре после описанного случая, однако, тот же домик возник вновь. Его увидела на сей раз женщина, снявшая на лето помещение с другой стороны того же леса. Она, кстати, ничего не знала о предшествующих видениях. Несколько позже тот же домик в лесу открылся изумленному взору чиновника государственной топографической службы, осматривавшего местность с возвышенности. Во время предыдущего осмотра он его почему-то не заметил. А теперь из трубы вился дымок, на веревке во дворе сушилось белье, ошарашенный топограф спустился с холма и ничего не обнаружил. Он справился о домике у повстречавшейся ему женщины, прогуливавшей собаку, и она призналась ему, что тоже видела на этом месте дом, но вот разыскать его так ни разу и не смогла. Рут Сент-Легер Гордон, располагая всеми этими подробностями, пришла к заключению, что речь во всех этих случаях шла об одном и том же месте. Обследование местности не выявило никаких следов жилья, старого фундамента тоже не было, так что нельзя говорить о том, что все свидетели могли якобы видеть витавший над развалинами дух прежнего строения. Впрочем, примеры, собранные в этой главе, касаются прежде всего самопроизвольных перемещений во времени и пространстве. Так, Лаура Джин Данельс рассказала 10 мая 1973 года обозревателю Мичиганской Диарборн Пресс Джойсу Хагальторну о происшествии такого рода, случившемся с нею как-то после работы. Возвращаясь вечером домой, она посмотрела на висевшую над ее головой луну, после чего перевела взгляд на пустынную в этот час улицу и не узнала ее. Исчезла мостовая и тротуар, не было асфальта. Она шла по булыжнику какой-то незнакомой улочки. Вокруг меня, рассказывала Лаура, не было домов, лишь в нескольких сотнях футов впереди виднелась соломенная крыша какого-то домика, дурманище пахло розами и резидой. Когда я, идя по булыжнику, подошла к домику совсем близко, то увидела двух сидевших в садике перед домом людей, это были мужчина и женщина, одежды их были крайне старомодными, казалось, что это пара влюбленных, они обнимались. Я ясно смогла различить счастливое выражение лица женщины. Лаура в нерешительности остановилась, раздумывая над тем, как дать тем двоим знать о своем присутствии. В это время из сада навстречу ей выбежала с лаем маленькая собачонка. Я заметила, что она вся дрожит. Мужчина посмотрел в ее сторону и крикнул, чтобы она перестала лаять. Мне казалось, что он не видит меня, но зато я явственно ощущала запах цветов в их саду, а моя рука чувствовала шероховатость деревянной калитки. Решая, что же мне делать, я обернулась в ту сторону, откуда пришла. И что же? Я опять была на своей улице. Между тем, странное дело, рука моя по-прежнему ощущала неровности деревянной калитки. Тогда я снова повернулась лицом к домику, но его уже не было. Я стояла посреди своего квартала, до дома было буквально рукой подать, а домик, влюбленная пара, маленькая собачонка, все это исчезло. Известный биолог, писатель и исследователь тайн природы Иван Сандерсон утверждал, что однажды, правда, очень ненадолго, побывал на улице средневекового французского города. В тот вечер он возвращался в своем автомобиле вместе с женой и помощником после поездки на одно дальнее озеро на Гаить. Автомобиль неожиданно завяз в грязной луже, и им пришлось смириться с тем, что оставшуюся часть пути они должны будут проделать пешком. Ночь была душной, дорога шла по сухому высокогорному плато. Неудивительно, что после нескольких часов ходьбы все были, что называется, без ног. В своей книге «Еще кое-что» 1969 год Сандерсон вспоминает «Неожиданно подняв глаза от пыльной дороги, я совершенно явственно увидел при ярко заблестевшей луне тени, которые отбрасывали совершенно точно в соответствии с их размерами и положением трехэтажные особняки различной архитектуры, стоявшие по обе стороны дороги. Их верхние этажи нависали над дорогой. Она на моих глазах сделалась грязной и мокрой булыжной мостовой. Не могу точно объяснить почему, но я знал, что нахожусь в Париже. Картина была столь отчетливой, что я мог зарисовать бы ее в мельчайших подробностях. Между тем его жена остановилась и он, не заметив этого, столкнулся с ней. Она тяжело дышала и муж спросил ее в чем дело. Сначала она не отвечала, но затем пишет Сандерсон в конце концов взяла меня за руку и указав в ту же сторону, куда до этого смотрел я, описала мне совершенно то же, что предстало и перед моими глазами. После того, как некоторое время они вдвоем, поражаясь увиденному, созерцали дома и улицу, оба почувствовали, что у них начинает кружиться голова. Мы вдруг заметили, что, стоя на одном месте, раскачиваемся взад-вперед. Оба при этом чувствовали крайнюю слабость, так что я позвал Фреда, моего помощника, чья белая рубашка мелькала впереди. Когда он подошел, супруги попросили дать им закурить. Как только пламя зажигалки осветило пространство вокруг, сразу же исчезла улица средневекового Парижа. Аналогичным образом и моя жена вернулась обратно. Сразу же после того, как она прикурила от огня зажигалки, все исчезло. Что касается Фреда, то он вообще ничего не видел. Дартмур, суровый край холмов и болот в графстве Девоншир, кажется, особенно богат домами-призраками. Мы закончим эту главу еще одним случаем, взятым из книги «Река Дарт», написанной Рут Меннинг Сондерс и вышедшей в 1951 году. Отец с тремя дочерями отправился на охоту в болото Хейфорда возле Баг Фастлея. В этом месте они были впервые, и девочки, заблудившись, потеряли отца из виду, и чем больше они блуждали в темноте, тем дальше уходили в болото. Неожиданно к их общей радости они увидели впереди огонек, и, поспешив на него, обнаружили стоявший около тропинки дом. Красный свет отбушевавшего в камине огня выплескивался через незанавешенное окно, согревая ночь своим дружелюбным теплом. Заглянув в окно, все трое увидели пожилого человека и женщину, сидящих на корточках у камина. Мы так и не сдвинулись с того места, где стояли, рассказывали девочки впоследствии. Но вот только подумать, и огонь, и старик с женщиной, и весь этот дом все исчезло, и ночь черным мешком опустилась на нас. Джон Свейн и его жена Кристина в следующий уикенд проедут сто миль в поисках озера призрака. Это путешествие будет уже пятидесятом за семнадцать лет, в течение которых они пытаются найти его. Окутанное пеленой тумана озеро, которое разыскивают Свейны, имеет валун посредине. В этом валуне находится меч. Мистер Свейн, пятидесятидвухлетний служащий заправочной станции, его жена и сыновья, Тед двадцати восьми и Крис двадцати девяти лет, знают, что таинственное озеро существует. Знают потому, что однажды видели его собственными глазами. Тогда они все были в отпуске и случайно набрели на это озеро возле аббатства Бьюли в новом лесу графства Хэмпшир. Тед и Крис тогда были значительно моложе. Им было соответственно одиннадцать и двенадцать лет. Вчера миссис Свейн рассказала репортерам в своем доме в Ильминстере, Соммерсет, мы ехали тогда по заброшенной проселочной дороге, чтобы выбрать место для пикника. Неожиданно нашим глазам предстало озеро. Затем мы увидели валун примерно в пятидесяти ярдах от берега и заключенный в нем меч. Мы подумали, что это своего рода памятник королю Артуру. Красота памятника нас покорила. Очарование, посетившее их в тот раз, никогда больше не исчезало. Уже в течение семнадцати лет, примерно раз в три недели, Свейны ездят в новый лес, тщетно надеясь вновь увидеть свое озеро. Мистер Свейн сказал репортерам, я уверен, то, что я видел, было реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить это озеро. Мы посылали сотни запросов, читали бесчисленное количество книг. Иногда, заключает он, мы начинаем думать, не сошли ли мы все с ума. В одном, впрочем, Свейны уверены, их поиск не закончится, пока тайна не будет раскрыта. Комментарий доктора медицинских наук Фэвишевского Авторы, вероятно, сами того не желая, употребили при описании одного из случаев правильный медицинский термин, определяющий класс явлений, собранных в данной главе. Так они предполагают, что при своем путешествии в сады Малого Трианона две молодые девушки мисс Моберли и мисс Джордан находились в состоянии транса. Что означает это слово? В психологии этим термином обозначается самопроизвольное гипнотическое состояние, во время которого происходит как бы выключение, блокировка сознания. Возникает это явление спонтанно, без участия гипнотизера или кого-либо другого. В состоянии транса процессы мышления проходят без контроля сознания, регулируются бессознательными установками, как кстати и сны. Видения могут иметь свой сюжет, у человека полное ощущение реальности происходящего. Например, человек встревожен, видения либо сновидения тревожны, беспокойны. Если же испытывается состояние подъема, экстаза, то и видения соответствующие. Например, в «Деяниях апостолов» Одна из книг Нового Завета часто повторяются слова «Исполнились духа святаго». Что означает «исполнится духа святаго»? Говоря современным языком, апостолы испытали состояние экстаза, видели на небе Бога в окружении ангелов. Обстановка массовых проповедей в прошлом способствовала тому, что люди впадали в транс. Это состояние очень сходно с тем, которое бывает при проведении коллективных сеансов гипноза в современных психотерапевтических кабинетах. Проповедник, в сущности, выступал в роли современного гипнотизера. Но любопытно, что происходило это далеко не со всеми, о чем и сообщает Библия. Где-то многие, где-то никто, где-то все исполнились духа святаго, то есть испытывали самопроизвольные отключения сознания, имели видение. Надо сказать, что гипнотические состояния известны с незапамятных времен. В древнеегипетских папирусах сохранились рекомендации, как загипнотизировать кого-либо. О возможности такого состояния знали и в античном мире, и пользовались этими знаниями в религиозных целях. Следует отметить, что некоторые люди могут впадать в состояние транса. Так пифии, прорицательницы в Древней Греции, умели вводить себя, возможно, с помощью каких-то наркотических веществ или газов в состояние транса. И в нашей повседневной жизни мы, сами того не замечая и совершенно не отдавая себе в этом отчета, порой впадаем в состояние, близкое к гипнотическому, а иногда и состоянию транса. Например, вы задумались над чем-то по дороге на работу и совершенно ничего не замечаете вокруг. Это элемент гипнотического сужения сознания. Или вы лихорадочно ищите нужную бумажку или вещь на столе и не находите ее, а она лежит перед вами. Самая обычная наша забывчивость это тоже выпадение из сознания. Во время сеансов гипноза случается, что пациент выходит из-под влияния гипнотизера, начинает жить в своих неуправляемых извне видениях. Если он даже слышит голос врача, то воспринимает его как прохожего, собеседника в том времени и в том месте, где он сейчас находится. В медицинской практике существуют специальные методы выведения больных из этого состояния. Ощущения в состоянии транса очень чувственны, участвуют в этом практически все органы чувств. Восприятия, вернее, обман их, при этом поразительно реальны. Действительно, можно почувствовать шероховатость дерева под рукой, запах цветов, слышать голоса. Очень характерно для данного состояния ощущение знания не требующего и не имеющего доказательств. Знаю и все. Почему? Откуда? Этих вопросов у человека не возникает и ответа на них он дать не может. Поэтому весьма симптоматичны слова одного из персонажей главы. Не могу объяснить почему, но я знал, что нахожусь в Париже. То, что его жена видела аналогичную улицу, возможно, произошло потому, что перед этим был разговор, чтение книги, которые могли навеять подобные видения. Ведь не случайно помощник, не участвовавший в беседе супругов, не видел ничего. Кроме того, после выхода из состояния гипноза, транса, часто наблюдается вегетативное расстройство. Кружится голова, слегка нарушается координация движений, человек часто не помнит выхода, то есть перехода из гипнотического состояния в реальность. И об этом непроизвольно свидетельствуют участники описываемых событий, подтверждая тем самым, что их переселение ничто иное, как проявление психического состояния, именуемого трансом. Ну и конечно же нельзя не учитывать, что все подобные истории в пересказе обрастают различными подробностями, которые добавляют фантазии людей. Если же люди к тому же суеверны, то вполне объяснимые наукой явления становятся таинственным будоража сознания слушателей. Оживающие образы В Испании в 1919 году в городе Лимпиасе сотни людей дали под присягой показания о том, что своими глазами наблюдали, как изображения некоторых святых на картинах совершали чудеса, выходя, например, из рам, совершая те или иные действия и так далее. Профессор Йенш, который дал краткое описание этого случая в своей книге «Эйдетические изображения 1930 год», попытался объяснить это и другие подобные видения наличием эйдетических образов, то есть весьма сложных изображений на сетчатке человеческого глаза, продолжающих существовать в нашей зрительной памяти и как бы накладывающихся на обычные зрительные образы. Однако он так и не смог объяснить, как этот непростой процесс, определяемый многими индивидуальными факторами, смог происходить у столь значительного количества людей в одно и то же время. Осталось непонятным итог, почему эти оживающие образы подчиняются определенным стереотипам, появляясь на протяжении всей человеческой истории перед представителями разных культур. Лукьян в 155 году нашей эры писал, что однажды на его глазах жрецы храма в Иераполисе подняли статую Аполлона. Вдруг она вырвалась из рук, поднялась в воздух и улетела, оставив пораженных служителей культа внизу. Лукьян около 120-го, около 190-го годов, древнегреческий писатель-сатирик философ, оказал влияние на сатирическую литературу возрождения. Несколько источников сообщают, что когда в 1600-м году Арауканы осаждали чилийский город Консепсион, статуя Мадонны таинственным образом покинула здание церкви и, водрузившись на дереве, начала забрасывать наступавших индейцев камнями и комьями земли. В 1609-м году и годом позже в одной из церквей Кьявари Италия дважды возникало видение Мадонны с младенцем, похожее на барельеф. В 1906-м году наставники и ученики иезуитского колледжа в Кито, Эквадор, увидели, как статуя Мадонны открыла глаза и изменила при этом выражение своего лица. Несколько людей в Ассизи, Италия, в 1948-м году своими глазами видели, как статуя Богоматери Ассизской двигалась и улыбалась. Роклиф в книге «Психология оккультизма» 1952-й год упоминает и другие случаи движения изображений. Им собраны в частности факты о самостоятельно движущихся образах, например, в Кампо Кавелло в 1893-м году, в 1870-м году в Сориано Калабрия прихожане имели возможность лицезреть статую, которая начала шевелить рукой, в Риме как минимум пять раз в период между 1850-м и 1905-м годами изображения на картинах не только двигали глазами, но и проливали слезы. Представление о том, что картины и статуи могут жить своей жизнью, впервые возникло в древности. Именно тогда родились мифы о том, что творец вдохнул жизнь в вылепленных им людей и зверей. Освещение этого события представляет собой архетип, существующий до сих пор, как о том свидетельствуют приводимые примеры. Нет никаких сомнений в том, что древние жрецы прекрасно знали силу этого архетипа и пользовались им. В древней еврейской магии считают, что она сохранилась в нынешних ритуальных обрядах в воду, использовался голем, то есть глиняный человек, оживающий от вложенного ему в рот кусочек пергамента с нанесенной на него каббалистической формулой вместе с мистическими именами Бога. В некоторых случаях формулу писали не на пергаменте, а на голове чудовища. И в ряде легенд, в которых сохранилось упоминание об этом магическом обряде, говорится, что голем уничтожал своего создателя и неистовствовал. Подобные легенды встречаются в разных концах света, а способность с помощью магии или механики создавать искусственных людей приписывается всем древним цивилизациям, а также средневековым чародеям. Герберт папа Сильвестр II, Роберт Гроссетест, Альберт Великий и Роджер Бекон — все они якобы умели создавать бронзовые головы, которые могли не просто говорить, но и давать советы, отвечать на любые вопросы. Роберт Гроссетест Большая Голова около 1175-1253 Английский философ Схоласт и естествоиспытатель Епископ Выдвинул теорию о свете, считая его первоматерией. Учитель Бекона Альберт Великий Альберт фон Больштед Около 1193-1210 Немецкий философ и теолог Монах доминиканец Начал перестройку католического богословия, завершенную его учеником Фомой Аквинским Бекон Роджер Около 1214-1292 Английский философ и естествоиспытатель Монах францисканец Занимался оптикой и астрономией Предвосхитил многие позднейшие открытия По преданию святой Франциск Асиский получал наставление от распятия в церкви сам Дамиано Именно распятие наставило его на путь подвижничества Ходят слухи о картинах или статуях людей, которые грозят человеку разного рода неприятностями Их приходится поэтому усмирять силой хотя зачастую сделать это крайне трудно ибо големы и им подобное постепенно вырабатывают свою собственную волю к жизни Альберт Великий создал кроме бронзовой головы еще и металлического человека который настолько утомлял окружающих своей болтовней что один из учеников Альберта Фома Аквинский в конце концов сломал его Фома Аквинский 1225 или 1226 1274 философ и теолог монах доминиканец основные сочинения сумма теологии сумма против язычников учение Фомы Аквинского лежит в основе томизма и неотомизма Другой случай якобы произошел в Китае Жена императора Та Джуан так привязалась к искусственному человеку созданному руками дворцового мастера что муж из ревности приказал уничтожить статую Эта тема живет в рассказах о явлениях Девы Марии в Париже в 1830 году и в Лурде в 1858 году 6 июня 1830 года Катрин Латур находясь в приюте милосердных сестер в половине двенадцатого ночи услышала неведомый голос затем Херувим в сиянии света припроводил ее в часовню для встречи с Девой Марией их беседа продолжалась два часа а началась когда Катрин услышала шелест шелка и подняв глаза увидела ослепительно красивую женщину которая сидела на ступеньках алтаря видение повторяло позу и другие детали изображения святой Анны висевшего в другом месте в той же часовне Катрин подумала сначала что ей явилась святая Анна и Херувиму дважды пришлось убеждать ее прежде чем она осознала что находится перед Девой Марией второе видение произошло 27 ноября на этот раз Дева Мария предстала перед ней трехмерный стоящий на земном шаре голова ее была увенчана звездами и окружена световым ореолом вся эта сцена была окаймлена овальной рамой на которой появились какие-то слова между тем картина начала медленно поворачиваться вокруг вертикальной оси и Катрин смогла увидеть с обратной стороны овала символы святых сердец Иисуса и Марии видение приказало Катрин заказать медальон с изображением того что она только что увидела эти медальоны стали так популярны что их изготовили несколько миллионов на шее Бернадетты Субиру был такой чудодейственный медальон когда 11 февраля 1858 года она впервые встретила Деву Марию в гроте в Лурде По свидетельству Бернадетты во время 17 видения 25 марта Дева Мария приняла ту же позу что и на медальоне Это был момент когда видение паря над розовым кустом объявила Я Есмь непорочное зачатие И Катрин и Бернадетта были позже причислены к лику святых и подробности их видений а также видений еще шестерых монахинь можно найти в книге Жена облаченная в солнце 1961 год История включенная Самуэлем Баттлером в книгу по обету произошла 3 июля 1653 года В этот день в церковь Каиафы в Сакромонте забрел пьяный на которого налетел разгневанный петушок Это было каменное изображение со статуи кающегося святого Петра Буквально в тот же миг пьяница не ожидавший подобного наскока покаялся и дал за рог никогда не пить Баттлер добавляет что и другие люди в церкви были поражены не менее самого пьяного увидев как птица похлопав каменными крыльями несколько раз распекла его прежде чем вновь обрести каменную неподвижность В статье напечатанный в журнале Flying Saucer Review за апрель 1976 года Эммэ Мишель сообщает о многочисленных свидетельствах существования человекоподобных автоматов в древность Он считает что это говорит о весьма высоком уровне развития техники возможно имеющей неземное происхождение Чем более ранний период мы берем тем больше превозносится искусство древних мастеров Так в книге Гермеса Трисмегиста Асклепий где собраны рассказы о древнеегипетской магии говорится что некоторые статуи в египетских храмах были сделаны и расположены так что в определенное время оживлялись космическими силами Гермес Трисмегист трижды величайший легендарный автор которому приписываются сочинения якобы записанные со слов самого бога Гермеса Трактаты Гермеса Трисмегиста посвящены в основном оккультным наукам прежде всего алхимии астрологии и магии В конце XIX века ученый Норман Локиер обнаружил что храмы были ориентированы таким образом чтобы статуя стоящая в самом сердце священного храма один раз в год освещалась лучами восходящего или заходящего солнца или лучами другого небесного тела К прискорбию его работ впоследствии не получила должного внимания Репутацию оживителя статуй получил поэт Вергилий Неаполитанский Среди чудес приписываемых ему средневековыми летописцами было изготовление бронзовой мухи сумевшей изгнать всех мух из Неаполя Он также будто бы сделал статую бронзового лучника исправно охранявшего огонь в городских банях Интересно отметить одинаковые детали в рассказах тех, кто видел, как оживают картины или статуи Весьма часто упоминается при этом неестественное сияние и столь же неестественное качество света во время самого ведения мухи А также тенденция оживленных фигур принимать определенные привычные позы такие, какие бывают на картинах или в иллюстрациях книгам Изображение становится похожим на голограмму что было ясно продемонстрировано в Понмэне во время массового странного ведения в Ноке графства Майо Ирландия В этой маленькой деревушке 21 августа 1879 года многие люди увидели не одну а сразу несколько сияющих статуй возле церковной ограды Видение напоминало алтарь с Девой Марией святым Иосифом и епископом Мария обратила свои руки и глаза к небу в молитве в то время как святой Иосиф смотрел на нее а епископ читал книгу Фигуры находились на высоте двух футов в воздухе и были объемными как если бы у них были и тело и душа Как пишет Долани один из очевидцев даже прочел слова которые произносил епископ тогда как другой простершись у ног Марии пытался дотронуться до нее но ощутил лишь пустоту Комментарий кандидата исторических наук Серова Мечта о том что рукотворные создания искусства в которые творец вложил свою душу могут ожить обрести собственную душу и истинное существование эта мечта не оставляла человечество Мировая литература знает немало рассказов о безнадежной или счастливо завершенной влюбленности человека в статую картину самая знаменитая из легенд на этот сюжет вероятно легенда о Пигмалионе царе Кипра чистую любовь которого к статуе Галатея оценила Афродита дав его любимой жизнь у разных народов есть сказки о юноше влюбленном в портрет неизвестной красавицы ироничный пересказ этого сюжета мы находим у Толстого в новелле граф Калиостро священные реликвии и в монотеистических религиях в принципе отвергавших такого рода чудеса но на практике мирившихся с ними и использовавших их в своих целях могли по мнению верующих также вести самостоятельную жизнь говорить передвигаться наказывать или поощрять им приписывались сверхъестественные свойства другое явление рассматриваемое в данной голове механические создания человеческих рук разумные машины с легкой руки Чапека назвавшего их в пьесе Рур роботами от сохранившегося в чешском языке слова работа означающего тяжелый неквалифицированный труд это название закрепилось за ними сегодня Мечта о создании машин которые взяли бы на себя грубую работу дав человеку возможность заняться высшими формами труда реализована в легендах многих народов У древних греков например бог кузнец Гефест не только создал себе механических помощниц но и выковал в подарок царю Крита минусу медного человека Талоса на котором лежала обязанность защищать остров от чужеземцев за день Талос трижды обегал побережье Крита и завидев чужой корабль забрасывал его камнями фольклорные и литературные произведения повествующие о создании роботов или искусственных людей вроде романа Мэри Шелли Франкенштейн отнюдь не свидетельствуют как склонны считать авторы книги о реальном существовании таких творений о высочайшем уровне техники в прежние времена объяснимом разве что вмешательством космических пришельцев и прежде и теперь мечта о роботах была присуща человеку этого-то не учитывают авторы книги привлекающие для подтверждения своих высказываний главным образом фольклорные сведения да и то в неточном пересказе правда Лукьян уверяет что своими глазами видел как статуя Аполлона которую несли иеропольские жрецы поднялась в воздух о сирийской богине но ничего о том что она улетела оставив пораженных служителей культа внизу Лукьян не пишет наоборот он сообщает что это статуя и дальше пребывала в храме так что можно думать что служители культа не были так уж поражены фокусы с парящими фигурами были хорошо знакомы и иллюзионистам древности в подавляющем большинстве случаев оживление статуи или картин приписывалось не человеку а сверхъестественным силам также и в древних космологиях упоминаемых авторами оживающие образы создавались не рукой человека а богами у южноамериканских индейцев кечуа было предание о том что боги сначала создали каменные модели людей с соответствующими различиями в облике а потом оживили их либо по их образцу сотворили разные племена авторы не пишут кому принадлежит мысль о том что древнееврейская магия связана с гаитянским культом воду возможно они имеют ввиду присутствие и в том и в другом случае безвольных послушных помощников жреца только в воду изме это живые люди зомби получившие от колдуна особый настой трав от которого впадают в литургический сон а проснувшись оказываются в подчинении у жреца так как психика их остается частично парализованной хозяин использует их в своих целях сдает в наем для работы на полях либо даже о чем журналисты разумеется пишут чаще заставляет убивать своих противников узнав состав настоя медицина нашла и противоядие приняв его зомби освобождается от чар легенда же о големе создана не в незапамятные времена а в 17 веке творцом этого глиняного робота считается придворный чародей императора Рудольфа II Бен Бетсалель который по общему мнению должен был пользоваться каббалистическими приемами легенду о големе нельзя назвать древней тем более что древнееврейская каббалистика не чародейство а название устной и пророческой традиции свое же теперешнее значение этот термин приобрел в позднее средневековье примерно с 13 век точно так же легендарны рассказы об Альберте фон Больштетте теологе 13 века за свои познания прозванным великим и всеобъемлющим доктором сейчас выяснено что авторитетные в последующих веках алхимические трактаты приписываемые Альберту ему не принадлежат само же изложение в голове анекдота с автоматом который разрушил ученик Альберта еще более знаменитый теолог Фома Аквинский передано не совсем точно Фома согласно существующему рассказу вошел в кабинет учителя в его отсутствие и испугался металлической женской фигуры приветствовавшей его словами и поднятием руки сочтяя ее наваждением дьявола темпераментный теолог тут же разбил ее что должно быть не представляло особенного труда ибо если рассказ достоверен эта статуя вероятно действовала по тому же принципу что и восковая персона Петра I вставала и делала приветственный жест когда вошедший наступал на спрятанную под половицей пружину сообщение о явлениях богоматери Катрин Лабур в 1830 и Бернадетти Субиру в 1858 году только два из множества известных случаев индивидуальных и коллективных видений такие явления зафиксированы и в 20 веке наиболее знаменитые из них это явление Марии детям в 1917 году в Фатиме Португалия и Междугорье Хорватия в 1981 в 1983 годах Нетрудно предвидеть недоуменный вопрос Неужели современная наука признает возможность такого рода видений? Да признает но дает им не сверхъестественное а естественное объяснение Современная психиатрия квалифицирует их как галлюцинации то есть мнимое восприятие зрения слуха осязания возникающие без наличия соответствующего реального объекта но принимаемые человеком за достоверную реальность Облик Марии в подобных видениях как правило соответствует традиционному и известному всем по статуям или иконам ее образу но здесь нет речи о том что оживает конкретное изображение поэтому и странны предлагаемые авторами для объяснения упомянутых явлений ссылки на Гермеса Трисмегиста или других магов которые могли оживлять статуи Таинственное изображение После кончины настоятеля собора Вландав Вогана на стене собора неожиданно возникло влажное пятно колония грибков в точности приняла очертания лица покойного ноутс энд куэрис 8 февраля 1902 года Рассказы о подобных явлениях часто встречаются в народных преданиях идет ли скажем речь о пятне якобы выезженном дьяволом на северной двери Блайтбургской церкви в Суффолке смотрите главу черной собаки или о могиле в Пекине штат Иллинойс где похоронен убийца своей сестры на ней не растет ни одна былинка между тем как пустое пространство своими очертаниями напоминает портрет убитой Джентри Джорнел 30 апреля 1897 года Характерно что сообщения о появляющихся таинственных изображениях приходят как бы волнами 12 марта 1872 года на окнах многих домов в Баден-Бадене Германия появились изображения крестов власти тут же приказали их смыть но они не поддались даже кислотам через два дня изображения крестов появились в Раштатте на сей раз к ним добавились еще и изображения черепа то же произошло и в Булейе после чего началась настоящая эпидемия по всей стране особенно в сельской местности то тут то там стали появляться на окнах изображения крестов орлов черепов разноцветных полос и прочих религиозных и политических символов власти были особенно обеспокоены тем что эпидемия изображений началась в тот момент когда после недавно окончившейся франко-прусской войны страсти в народе были еще наколены в одном месте взвод прусских солдат разбил окна в доме где как считали жители на стекле появились несмываемые изображения французских зуавов с осенявшим их знаменем как писал религиозно-философский журнал в номере от 29 марта 1873 года этих зуавов еще долго можно было видеть на осколках стекла вместе с порванным но несклоненным знаменем с этого момента отмечает форд сообщения об изображениях на оконных стеклах регулярно публиковались в американской печати вплоть до 1890 года причем нельзя сказать что американская публика всего-навсего получала в репродуцированном виде то что происходило в Европе так как спорадические вспышки отмечались и в самой Америке следует отметить что такого рода изображения отмечались задолго до изобретения фотографии следующая волна началась с появления изображения как две капли воды похожего на покойного настоятеля Лиддала умершего в 1898 году оно возникло на стене церкви Христа в Оксфорде в середине 1923 года прошло три года и еженедельник Т. П. Энд Кассел в номере от 11 сентября 1926 года писал не нужно напрягать свое воображение чтобы распознать голову человека она сразу видится на стене как бы нарисованная уверенной рукой мастера это не гравировка не рисунок и не скульптура однако его нельзя не заметить позднее в том же 1926 году сообщения о таинственных изображениях пришли из Бристоля и Абхела Сомерсет а в старом аббатстве в Бате на одной из колонн поблизости от памятника в честь Сомерсетского полка можно было ясно видеть изображение старого вояки с вещевым мешком нарисованное уже поблекшими красками местные теософы по словам журнала Бат Уикли Кроникл считали портрет воплощением мысленного образа созданного воображением благочестивых посетителей критики обычно подвергают сомнению такого рода сообщения на том основании что человеческому глазу дескать свойственно видеть воображаемые портреты в случайных сочетаниях пятен линий и так далее толчком для этого по их утверждению служит напряженное эмоциональное состояние смотрящего такая точка зрения без сомнения имеет свой резон подобный процесс с успехом используется в частности в психоанализе и искусстве нас однако интересуют явные изображения не связанные с самовнушением или особенностями эмоционального состояния человека и не нуждающиеся в какой-то особой интерпретации то есть изображения вполне узнаваемых объектов или в некоторых случаях символов например яйцо снесенное в Канзасе с ясно видимым числом 6 на одном конце Дейли Мэйл 14 декабря 1973 года или котенок родившийся в Ницце в 1921 году на его белой шерстке ясно читались цифры 1921 Дейли Экспресс 14 мая 1921 года Подверженная стигматом Мари-Жюли Жахени из бретонской деревушки Ла-Фроде в дополнение к обычным для таких лиц метам носила на своем теле изображение цветка креста и слов «Слався крест» Анбер Гурбейр наблюдал ее свыше 20 лет и все эти годы изображения оставались видимыми в своей книге «Стигматизм» 1894 год он объясняет это явление тем, что у его пациентки кровь, дескать, свернувшись в виде мельчайших капель, проступает через эпидерму и остается под кожей Но как и почему она принимает вид определенных изображений? Об этом у почтенного доктора мы не находим ни слова Как известно, всякое знание основывается на опыте и ощущениях Однако так уже заведено, что мы скорее сочтем себя сумасшедшими, чем решимся идти против научных авторитетов, даже если сталкиваемся с явлениями, которым наука не дает объяснений Мы имеем в виду такие случаи, как, например, свидетельство одного паломника, посетившего в апреле 1872 года в Италии, стигматика Пальму Моторелли. В книге «Физические феномены мистицизма» приводится его рассказ. Ей принесли белую тряпицу, чтобы вытереть кровь, сочившуюся из ран на лбу. Когда она промокнула лоб, на тряпице остались не просто следы крови, но ясные изображения пламенеющего сердца, гвоздей и мечей. Это было чудо, и я лицезрел его собственными глазами. Время появления таких изображений заставляет думать о том, что они часто каким-то таинственным способом связаны с теми или иными социальными причинами. Так, например, в первой половине декабря 1680 года Рим был потрясен зрелищем странной и прекрасной кометы, видимой невооруженным глазом на фоне созвездий весов и девы. В 8 часов утра 11 декабря по городу прокатилась молва о том, что молодая курица снесла чудотворное яйцо, на котором было изображение кометы и окружающих ее звезд. 2 апреля 1681 года журнал «Лояльный протестант» и настоящий домашний информатор уточнил, что изображение было не на скорлупе, а в самом яйце и весьма четкое. Следующее происшествие является уникальным, с какой бы точки зрения его не рассматривать. речь идет о падении с неба вместе с градом изображений Девы Марии. Сообщение об этом случае мы даем по журналу «Английский механик» от 12 июня 1908 года, ссылающемуся на французские источники, которые приводят рассказ очевидца этих событий об бата генео из церкви в Ремире В тот день, 26 мая 1907 года, аббат сидел у себя дома и читал по странному стечению обстоятельств это был трактат о формировании ледников, когда прибежавший сосед срочно позвал его лицезреть чудо. На падавших градинах, по его словам, было послание небес. Аббат прервал чтение и, выйдя с соседом на улицу, действительно увидел весьма необычное явление. На лицевой стороне градин можно было явственно различить поясной портрет женщины в одеянии, напоминавшем ризу священника, подогнутую снизу. Генео заметил, что все градины по форме были почти идеальными сферами, причем каждая имела своего рода шов, как если бы их сваривали. Отпечаток на двух из них, которые я исследовал особенно тщательно, был столь правилен, что это едва ли могло быть делом слепого случая, прибавляет он. Вполне логичная, казалось бы, гипотеза о том, что изображение Девы Марии сделано человеком, была также отброшена на том основании, что градин с изображением выпало очень много, и не только у церкви, чему в округе были свидетелями множество людей. Проведя специальное расследование, епископ из Сен-Дье заслушал показания ста семи свидетелей, выступавших перед учеными знаменитостями того времени. Все они ручались за подлинность происшествия. Разногласия начинались лишь тогда, когда речь заходила о причинах этого явления. Для этого града характерно то, что он выпал на сравнительно небольшом участке, полосе земли в три четверти мили в ширину и несколько миль в длину. И хотя кое-где сила удара градин была довольно большой, что нанесло урон посевам и разрушило теплицы, в отдельных местах свидетелям казалось, что град падает с высоты не более нескольких ярдов. Поскольку не существует оснований для того, чтобы подозревать кого-либо в мошенничестве, здесь можно говорить о той категории странных историй, о которых уже рассказано в других главах настоящей книги. Что касается Аббата Генео, то у него имелась своя теория, объясняющая падение с неба градин с изображением Девы Марии. За неделю до описываемых событий был праздник этой святой, но его не отмечали. Аббат пишет Муниципалитет Ремеремона, руководствуясь вескими причинами, о которых я не намерен здесь распространяться, запретил проведение пышного шествия, которое долго готовилось. Но в следующее воскресенье, в тот же час, когда должна была состояться процессия, она на самом деле состоялась, только уже не по земле, а с неба на землю. Небесная артиллерия добилась того, что отменить праздник никто уже не мог. Комментарии кандидата исторических наук Серова Собранные авторами в этой главе случая лишь малая часть легенд, преданий и поверий большей или меньшей степени достоверности. Совершенно справедливо сказано в первом же абзаце. Рассказы о подобных явлениях очень часто встречаются в народных преданиях. Но в том-то и дело, что фольклор область специфичная, по-своему преломляющая события, осмысляющая факты. В главе повествуются о двоякого рода изображениях. Одни непонятным способом возникают на камне, стекле, другие на живом теле. Причины появления знаков на теле странны, необычны, но не чудесны. В их основе лежат какие-то не до конца изученные особенности человеческой психики. Если прежде появление стигматов, язв, открытых ран в тех местах, где по преданию получил их Иисус, объяснялось тем, что по просьбе горячо сострадавшего Иисусу христианина сам Бог, либо его посланец, открывал раны на ладонях и ногах верующего, то современная психология вполне убедительно объясняет появление стигматов самовнушением, доходящим до крайней степени. Появление изображений на камнях, имеющие причины определенные природные процессы, сырость, присутствие каких-либо грибков и тому подобное, само по себе неудивительно. Внимание привлекают лишь те из них, в которых человек находит привычные черты. В тех случаях, когда такое сообщение можно проверить, всегда оказывается, что степень сходства преувеличена. Если бы мы только прочитали, что голова пастора Лидола сразу видится на стене, как бы нарисованная уверенной рукой мастера, и похожа, как две капли воды на прототип, ну что ж, нам бы только оставалось верить на слово. Но приводимые в книге фотографии портрет Лидола и пятно на стене позволяют проверить справедливость приведенного утверждения и ясно показывают его несостоятельность. Пятно действительно имеет необычную форму, схожую с рисунком головы человека. Однако говорить, что оно как две капли воды похоже на облик покойного пастора, который, кстати, большинство прихожан за 25 лет, прошедших со дня смерти настоятеля успели подзабыть, пожалуй, рискованно. Перечисленные в главе примеры, примем их как достоверные, сходны с теми, что встречаются и в истории науки. В середине нашего века перуанский историк-любитель Даниэль Руссо долго искал и, наконец, обнаружил на Анском Нагорье монументальные статуи — произведения неизвестной цивилизации. Вековые выветривания и вымывания придавали скалам и целым горам причудливой формы. Руссо, одержимый жаждой увидеть то, что он хотел увидеть, среди тысяч камней находил такие, которые при определенном ракурсе или в определенное время дня походили на изображение зверей портреты людей. Горячего энтузиаста и дилетанта не смущало то, что среди таких зверей были слоны, львы, верблюды, никогда не водившиеся в Америке, среди людей и негроиды, и густобородые европеоиды. Объяснение можно найти всему, если веришь. И Руссо объяснял присутствие таких изображений неведомыми, но древними, контактами Америки, Африки и Европы. То, что кости увиденных им животных не были обнаружены археологами в Америке, разумеется, его не смущало. Однако Руссо не повезло. Он действовал уже в эпоху фотографии и свои снимки должен был публиковать. А любой, кто смотрел объективно, непредвзято на эти снимки, мог заметить, что в большинстве случаев сходство было слабым. Заблуждение Руссо и сведения о таинственных пятнах имеют одну основу. Способность человеческого глаза творить форму, дополнять неоконченное изображение, придавать ему привычные для глаза черты. Потому-то и портрет Лидола был признан похожим, так как, хоть и смутно, его лицо могло быть памятным прихожанам и теосов и из бата считали портрет старого солдата воплощением мысленного образа, созданного воображением благочестивых посетителей. В некоторых же случаях, хотя авторы книги не вполне кстати вразумительны и ополчают спротив научных авторитетов, сведения к ним поступают никак не из первых рук и даже не из вторых. Таков в частности рассказ об эпидемии в Германии и, насколько можно понять, во Франции, когда на домах появлялись изображения религиозных символов. Таков и рассказ об изображении кометы, не то на яйце, не то в яйце. Лояльный протестант и настоящий домашний информатор, судя по названию, выходил не в Риме и сам основывался на слухах о чуде. Градина, как известно, может принимать разнообразные формы. Неудивительно, что при желании человек увидит в неровностях градины и какое-то изображение. Увы, град создания недолговечное. Вопрос верить или не верить остается открытым, так как неизвестные французские источники, на которые ссылается журнал «Английский механик», невозможно проверить собственным опытом, посмотрев фотографии. «Английский » «Английский » «Английский »